госпожа паша нужно поговорить софия султан как-то узнала что вы отдали мне письмо ее дочери она узнала но откуда вам стало известно об этом думайте о софии султана не обо мне советую вам быть очень внимательным эта женщина никогда не простит вам измены повелитель лишил ее прежней власти вряд ли она теперь представляет опасность и способна на месте мне бы тоже очень хотелось в это поверить меня терзает тревога ты зря беспокоишься зульфикар остается дервиш с тобой валиды вернулась как же я могу не волноваться зачем ехать вы держи сейчас я выезжаю на охоту мурат паша тоже приедет мы вернемся вместе но потом я отправлюсь в военный поход придется привыкать не получится я не смогу я хочу всегда быть рядом с тобой в твоем сердце не беспокойтесь госпожа ничего вы заснули вместе с ним а Продолжение следует... Продолжение следует... Мехмеда кто-то украл! Мой сын пропал! Георгия! Георгия! Георгия Мехмед пропал, его похитили! Найди Мехмеда, Георгия! Чё, Сэм? Джина, мы его Мехмеда похитили! Не плачьте, госпожа! Может, его кормилица забрала? Хаджа Ага, в чём дело? Я и сам не понял, госпожа! Говорят, Шадзада Мехмеда украли! Мехмед мой! Куда ты делал малыша, Хатун? Его здесь нет, госпожа! Шадзаде сегодня не приносили! Халиме! Халиме Султан! Где он? Кто взял мальчика? Отвечай, где Шадзаде Мехмед! О чём вы говорите, какой Шадзаде? Найдите моего сына! Переверните весь дворец! Иншаллах, наш Шадзаде подобен лучу солнца! Аллах сделает его счастливым! Единственная его беда, что он родился у такой матери, как ты! Что за представление вы устроили? По какому праву вы забрали ребёнка? Как осмелились так поступить? Ты всё считаешь игрой! Но пора понять, что происходит, Кюсан! Шадзаде забрали прямо у тебя из-под носа! А ты даже не заметила! Вы являетесь сюда ночью и подвергаете опасности жизнь моего сына, думая, что это вам сойдёт с рук? А что тут такого? Мы просто решили навестить нашего внука, подержать малыша на руках и заодно рассказать тебе притчу! Возле могучей Чинара пустила свои корни тыквенное дерево. За одно лето оно дотянулось до её ветвей. Однажды любопытная тыква спросила соседку, скажи, сколько лет ты здесь растёшь? Чинара подумав, ответила, сорок лет. Тыква расхохоталась. Я за несколько месяцев достигла того, на что ты сорок лет потратила. Значит, вы могучая Чинара, а я тыквенное дерево? Подожди, не торопись, Кюсан. Пролетела весна, а потом лето. Пришла зима. Тыквенное дерево пожелтело. Его листья осыпались. И тогда сказала Чинара, по-моему, ты умираешь, тыква. Но почему? И вот что ответила ей мудрая Чинара. За три месяца ты смогла вырасти так, как росла и крепла я все эти сорок долгих лет. Ты всё так же неопытна, Кюсан. Вы ошибаетесь, если считаете меня легкомысленным ветерком. И я тайфун, который сметёт вас со своего пути и вырвет из земли ваши корни. И я тайфун, который сметает вас со своего пути и вырвет из земли ваши корни. Аллах наш всемогущий. Где был наш Шихзаде? София Султана его выкрала. Мой малыш был у неё на руках. Но как это произошло? Я не понимаю. Я тоже не понимаю, госпожа. Так у нас охраняют гарем. Гюльге, Мехмед со мной. Гюльге? Гюльге! О, Аллах, помоги! Стражи, лекари, сюда! Гюльге! Гюльге! Гюльге, держись! Не сдавайся, прошу тебя! Гюльге, не умирай! Гюльге! Гюльге! Госпожа, Шихзаде плачет. Не выходи! Ты кто такая? Госпожа, не беспокойтесь, мы здесь. Что случилось, Эйджан? Долго я спала? Что здесь делают эти хатун? Вы на рассвете уснули, просто лишились сил. Из соображений безопасности Валиде прислала сюда служанок и несколько стражников. Не беспокойтесь, умоляю вас, вам ничто не грозит. Госпожа, здесь все те, кто имеет отношение к событиям прошлой ночи. Что это у тебя? Нечистивцы продались за пригоршню золота и вскоре за это горько поплатятся. Им придется искупить своих грех перед лицом повелителя. За предательство повелителя и его Шихзаде им полагается особое наказание, верно? Их казнят, госпожа. В таком случае исполняйте. Уведите их. Живее поднимайтесь. Их сообщников из гарема постигнет такая же участь. Пощады не будет. Пошли, пошли! София Султан выкрадывает моего ребенка. И в ту же ночь Дервиша Пашо обвиняют в убийстве. Неужели это совпадение? Ни за что не поверю. Вам не стоит так беспокоиться, госпожа. Я принял все необходимые меры, чтобы защитить и вас, и Шихзаде. Я действую. Повелитель обо всем знает. Этого недостаточно, хранитель покоев. Меня и Шихзаде вам надлежит защищать с удвоенной силой. Если моему сыну причинят хоть малейший вред, клянусь, вы за это заплатите. Войди. Гарем очищен, госпожа. София Султан лишилась своих помощниц. Столько тех, кто попался. Сколько раз я предупреждала. Не допускайте в мои покои непроверенных людей. Но Сихер сюда вошла, забрала Шихзаде и сбежала. И вы до сих пор не можете ее отыскать. Мы ее разыщем. Вы найдете ее труп, Хаджага. Проклятая. Ее, наверное, убили давно и избавились от тела. Госпожа, лучше выпейте теплого молока с имбирем. Не хочу. Указ повелителя о лишении ее жалований не возымел действия. София Султан интриганка. Она всех покупает. А зачем ей жалование? У этой змеи предостаточно денег. Золото больше, чем в казне. Если золото помогает ей быть сильной, значит, мы должны отобрать у нее все ее деньги. Мы отомстим. Око за око. Она будет страдать точно так же, как страдала я. Ее душа будет болеть и кровоточить. Фахрия Султан предала повелителя, и я смогла ему это доказать. Но ей удалось избежать наказания. Я закончу то, что начала. Мы бессильные, госпожа. Злодейка укрылась в обители. А обитель неприкосновенна. Даже повелитель не сможет ее оттуда забрать. Значит, мы найдем способ ее оттуда вымануть Хаджага. Она, как и все предатели, должна быть наказана в назидание остальным. Да будет известно это всем до единой. Прошлой ночью Сехер Хатун покушалась на жизнь шех Задеми Хмеда и его матери Кесем Султан по наказу врагов. Они же убили ее, заставив подлую негодницу замолчать навсегда. Тех, кто за несколько золотых монет готов прислуживать негодяям и предателям, убивают. Мы выяснили, что у нее были помощники, которые получили по заслугам. Правосудие свершилось! Я чуть с ума не сошла, когда проснулась. И не увидела рядом моего Мехмеда. Вспоминая об этом, я вся дрожу. Вот что значит быть матерью Кесем. Ощущать постоянное волнение. Хотелось бы мне узнать, какой валиде ты окажешься. Аллах дарует ему счастье. Аминь. Иншаллах, я буду сильной валиде и всегда смогу его защищать. Больше вы и не нужно. Не стоит бояться, Кесем. Самые преданные Аги и Хатун теперь рядом с тобой. Все они будут оберегать тебя днем и ночью. Преданность легко продается, валиде. И София Султан в этом мастер. Не будет мне покоя, пока ситуация не изменится окончательно. Субтитры создавал DimaTorzok Не делай этого, нет! Не надо! Мама, Мехмед, я здесь, милая. Тише, тише, малыш. Не плачь. Я рядом, тише. Мама с тобой, малыш. Не плачь. Тише. Не плачь. Не надо. Тише. Решили бросить ягненка волку на растерзание? Ведь София Султан теперь мой самый лютый враг. Эй, Джан, пойдет. Не спорь со мной, Джанет. Эти крысы сожрут меня уже на пороге старого дворца. Вы потом будете меня там по частям находить. Упаси Аллах и помилуй. Ты теперь мое доверенное лицо. Они не причинят тебе вреда. Да. Как сам Султан решила передать София Султан подарок? Госпожа, карета подана. За Шех Заде можете не беспокоиться. Кондан Султан забрала его в свои покои. Прекрасно. Едем. Фахрия Султан скоро увидит мать. КОНЕЦ Госпожа, Мехмед тогда не смог вернуться на корабль из-за меня. Поверьте, прошу вас. Мой брат не предавал ни вас, ни ваши отношения. Уходи отсюда, Шахин. Иначе я буду кричать, и тебя схватят. Госпожа. Мехмед придет. И скоро. Не прогоняйте его из-за меня. Хан Заде, нужно уходить сюда, пришли из дворца. Хаджага. Это Шахин Ерей, верно? Он самый. А рядом с ним Рейханага. Не может быть, госпожа. Рейханага умер? О, Аллах Всемогущий, защити меня. Джунан Калфа. Ты знаешь дорогу в этот дворец? Кюсэм Султан прислала меня сюда, к вам. Хм. София Султан мне было велено передать подарок. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты осмелилась явиться сюда? Пошла вон отсюда! Из этой обители никого не выгоняют. Как бы то ни было, я все еще твоя госпожа. А ты была и остаешься моей рабыней. Не забывай об этом. Я только что видела вас с Шахином Гиреем, госпожа. Неужели вы до сих пор с ним в сговоре? Не говори глупостей. Его тут не было. Это он подговорил вас заразить повелителя оспой. Вы оба предатели. Один Аллах ведает, что вы с ним замышляете. Замолчи, Гюсэм! Вы давно живете здесь, и все считают, что вы замаливаете грехи. А вы, оказывается, встречаетесь с врагами повелителя. Жаль. Я не собираюсь отчитываться. Но перед повелителем вам придется отчитаться. Я до сих пор не могу понять, как вы на это решились. Как осмелились поднять руку на семью, на родных, на свою династию. Чего ты хочешь, Гюсэм? Зачем пришла сюда? Я хотела убедить повелителя простить вас, если вы все целы и искренне раскаялись в содеянных вами грехах. И тогда вы вернулись бы в свой дворец. Не обманывай меня. Твоя цель – выманить меня и передать султану Ахмеду его палачам. Я это уже поняла. Вы сами спросили меня, чего я хочу. Я вам скажу. Вы – та негодяйка, которая посмела предать свою династию. А я – любимица главы этой династии, султана Ахмедхана. Я – мать его сына. И я придумаю, как выманить вас отсюда и позабочусь о том, чтобы вы, госпожа, понесли заслуженную кару. Клянусь, что я для мамы своей вторую тарелку у тебя взяла. Но мы ни разу ее здесь не видели. Она болеет, дома лежит. Откуда мне знать? Может, ты врешь. Я правду говорю. Так ты для мамы взяла еду? Клянусь вам, она у меня болеет. Кюсэм Султан, карета готова. Хаджи Ага ждет нас. Ты Кюсэм Султан? Тише. Если ты говоришь правду, докажи мне. Мы поедем к тебе домой. Мама, посмотри. Я привела к тебе госпожу из сказки. Кюсэм Султан решила зайти к нам. Госпожа, что ты такое говоришь, мелики? Мы в чем-то виноваты, но в чем? Нет, нет. Девочка сказала, что вы болеете. И я решила навестить вас. Значит, ты у нас, мелики? Чудесно. У вас такое красивое имя, Кюсэм Султан. Я сегодня же пришлю к вам лекарей из дворца. Они возьмут свои снадобья и вас вылечат. Эй, Джон, сообщи в Лиде Султан, что за Мехмедом пришлют. Понравился София Султан наш подарок? Конечно, он ей понравился. Она была вам очень благодарна. Кюсэм Султан, я еле ноги оттуда унесла. Прекрасно. Пусть она понервничает. А с Горбюзагой говорила? Ничего нового я не узнала. Бельбюль Агани дает ему шагу ступить. Все время следит за ним. Госпожа, хорошие новости. Повелитель вернулся во дворец. Хвала Аллаху. Кюсэм Султан, повелитель ждет вас. Хранитель покоев. Шеф Янгирей в городе. Шеф Янгирей? То есть, где? В обители Махмуда Хюдаи. Я видела его сегодня. Видимо, он и Фахрия Султан до сих пор в сговоре. Нужно избавиться от этих предателей. Иначе они принесут нам еще немало бед. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как тяжело мне было в этом дворце совсем одной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В этом есть и моя вина, сын мой. Я должна быть более внимательной, признаю это. Потом я, безусловно, приняла все необходимые меры. Мы наказали всех виновных злодеев. Мы продолжаем вести расследование смерти великого визиря Лалы Мехмеда Паши, повелитель. Мой лев. Дервиша Пашу подставили. Он невиновен, но его до сих пор держат в темнице. Ты во всем разберешься. Зуфикар, я жду София Султана во дворце. Как прикажете, повелитель. Валиде, Кюсен, возвращайтесь к себе. Повелитель. Я буду ждать тебя чуть позже. Я так скучал по тебе и по-нашему, Шахзаде. Сообщите повелителю о нашем приходе. Вы наверняка продумали, что будете говорить. Конечно, мы всегда все продумываем. И знаем, что за мысли в твоей красивой голове. И принимаем меры. Поэтому вас выслали во дворец слез. Я легко с этим справилась. Сначала Джанет, потом Фахрия Султан. А вы даже не заметили этого. Поверь. Однажды ты приползешь к нам на коленях. И будешь умолять нас просто убить тебя. Госпожа. Потому что мы заставим тебя желать смерти. Госпожа, Гюрбюс Ага пришел и хочет срочно вас видеть. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Кио Сэм. Добро пожаловать. Будешь миндаль? Конечно, будешь, Шахзаде. Я так соскучился по тебе. Ты сможешь поиграть со мной? Тебе надо лишь приказать, Мустафа. Зачем ты спрашиваешь? Кио Сэм рабыне. Она должна делать все то, что мы ей прикажем. Дильруба, отведи брата в его покое. И чтобы я больше не слышала от тебя таких слов. Но мама... Дильруба! Что случилось, Кюсэм? Какова причина твоего неожиданного визита? Говорят, что вы бываете в старом дворце. Если соскучились по Софии Султан, то она сейчас оповелитель. Видимо, как всегда, лжет. О чем вы говорите? Пусть Минакше вам расскажет. Мы слышали, что она часто посещает старый дворец. Что мне делать в том дворце? Госпожа велела мне пойти на рынок, это недалеко, за лекарственными травами. Ты еще отчитываться будешь, Минакше? Пусть они думают все, что хотят. Вы ведь знаете, как я люблю Шахзаде Мастафу. Как оберегаю, стараюсь всегда защитить его. Тогда скажите, почему вы объединились с Софией Султан против меня? Знай свое место, Кюсэм. Или ты решила угрожать мне подобно Хандан Султан? Хандан Султан, незачем угрожать вам. Хандан Султан, едва вернувшись во дворец, обрушил на меня свой гнев. Открыто пригрозила расправиться со мной. При первом удобном случае. Она намерена оставить моего сына сиротой. Поэтому вы решили перейти на сторону Софии Султан? Близкие мне люди знают. Я не занимаю ничью сторону. Моя единственная цель – защитить своего сына. И себя. Потому что ни один шахзаде не сможет расти в этом дворце без матери. Мой вам совет. Держитесь подальше от Софии Султан. Для вас и вашего шахзаде лучше всего находиться рядом с повелителем. Держитесь подальше от Софии Султан. Держитесь подальше от Софии Султан. Кёсэм? Мэхферузэ. Жаль. Только родившись, наш бедный шахзаде столкнулся со столькими опасностями. Мне очень его жаль. Самое большое счастье для Мехмеда – это его мать. Поверь, я уберегу его от всех бед. Почему из колыбели забрали твоего, а не моего сына Кёсэм? Задумайся. Из честолюбия ты подвергаешь опасности ребенка. Это правда. Ясно, чего добиваешься. Ну и чего же? Ты хочешь управлять гаремом. Допустим, тебе это удастся. А дальше что, Кёсэм? Я скажу тебе. Трон займет старший наследник. То есть мой сын, старший шахзаде Осман. И всем известен его первый приказ. Как того требуют законы, он казнит своих братьев. И ты уже сейчас мечтаешь об этом, Махферуза? А что делаешь ты, Кёсэм? Для чего защищаешь своего сына? Чтобы однажды он зашел на трон? Мехмед мой. Мой львенок. Он уже так вырос? Каждую ночь я молюсь о том, чтобы шахзаде вырос здоровым и сильным, как его отец. Аминь. Аминь. Я слышал, что ты ходила в обитель Махмуда Хюдайи. С позволения Валиды Султан, я решила навестить Хюдайи и Фенди. Прогуляться. И заодно... Увидеть в Ахрии Султан, так ведь? Зачем же ты хотела ее увидеть? О чем поговорить? Мне страшно, Ахмед. Я боюсь за тебя. Из-за нашего шахзады. Она предала нас. Ее образ преследует меня. По ночам я вижу ее в кошмарах. Я захотела пойти и посмотреть. Действительно ли она сожалеет и раскаивается? И ты видела там Шахина? Хаджи Ага тоже видел. Видимо, они продолжают тайно встречаться. Что, если они вдруг опять попытаются убить тебя? Косэм. Я вижу, что все эти события очень испугали и вымотали тебя. Ты потеряла покой. Ты измучена. Но не забывай о том, что говорила мне. Ты и я одно целое. Мы вместе. И вместе мы будем бороться со всеми бедами и невзгодами. Вместе преодолеем горы и переплывем моря. Так ты говорила? Теперь я еще больше в это верю. Уэлли Дэ сказала, материнство это постоянная тревога. Как же она права. О, мой солнечный сад. Мой весенний цветок. Живая вода. Ты покорила мое сердце. Любовь моя, госпожа. Душа моя. Моя радость. Грусть моя. Когда ты молчишь, ты словно река. Когда говоришь, будто пылающий огонь. Не знаю, помнишь ли ты. Но как-то ты говорила мне, что очень любишь ездить верхом. На родном острове ты каталась по бескрайним полям. Это правда. У нас было много лошадей. Но больше всего я любила папину. Верхом на ней я ощущала себя вольным ветром. Думала, что она может унести меня прочь от всех напастей. Ахмед. Лошадь? Она твоя, Кисел. Не сомневайся, она быстрее ветра. Такая красивая. И сильная. Тебе нужно придумать ей имя. Назови первое, что придет тебе в голову. Гельги. Назовем ее Гельги. Молчаливая и сильная. Все время я буду вспоминать свою подругу. Пусть защищает меня в твое отсутствие. Девочкой. Ее зовут Мелики. Такая милая и умная. Ее мать больна. Я отправила к ним лекарей. Я хотела бы вновь навестить ее и чем-то помочь. Если ты позволишь. Моя добрая, милосердная госпожа. Это ты пример милосердия, Ахмед. Когда все были уверены, что ты прикажешь казнить брата, ты решился пойти против вековых законов. И помиловал его. Все мое детство было омрачено болью после казни дядей и брата Махмуда. Еще тогда я дал себе слово, что никогда не стану таким тираном. И я сдержу это слово, Иншалам. Аминь. Шекзаде вырастут и последуют твоему примеру, Иншалам. Станут такими же милосердными. Так оно и будет, Кюсэм. Надеюсь, традиция будет продолжена и после меня. Надо пересмотреть наши законы. Субтитры создавал DimaTorzok Госпожа, добро пожаловать. Вы осветили наш дом. Вижу, тебе лучше. Ты встала. Благодаря вам, госпожа. Ваши лекари спасли и исцелили меня от болезни. Прошу. Хотите фруктов? Аги принесли. Сказали, вы нам прислали. Я просто захотела зайти и узнать, как твое самочувствие. Могу я еще чем-то помочь вам? Вы сотворили чудо, госпожа. И накормили весь квартал. Мы ни в чем не нуждаемся. А вот что я могу сделать для вас? Не смотрите на мой возраст. Я совсем справлюсь. Приказывайте. Улыбайся. Этого достаточно. В обители шейха Эфенди живет одна госпожа, Фахрия Султан. Но она совсем на вас не похожа. Всегда занята только собой. А какая она надменная, ни на кого даже не смотрит. Так ты знаешь Фахрия Султан? Конечно. К ней приходит один молодой человек. Должно быть, он очень любит госпожу. Госпожа. Миляки. Я подумала, что ты можешь кое-что сделать для меня. Приказывайте, госпожа. Сделаю, что смогу. Если бы я могла прогнать все печальные мысли, навсегда прогнать грусть и тоску из твоего сердца. Просто будь рядом. Твое присутствие меня радует, облегчает любую ношу. Ты думаешь о Дервиша Паши, верно? Не знаю, на что указывают все улики, но ты всегда прислушивался к голосу сердца, Ахмед. Тебе предстоит тяжелая ночь. Но я ничуть не сомневаюсь, что на рассвете ты примешь верное решение. Госпожа. Хранитель покоев. Хорошо, что я вас встретила. Мне нужна ваша помощь по одному делу с Фахрия Султан. Что за дело? Сейчас расскажу. Шахингирей снова скрылся. Это так, верно? Но его след нашелся в самом неожиданном месте. Его брат Мехмед Гирей только что говорил со мной. Он готов сообщить, где он. Конечно, при условии, что брата не казнят. Славно. Мехмед Гирей тогда станет частью нашего плана. Что за план? Госпожа. Карета подана. Хорошо. С неприкосновенностью Фахрия Султан будет покончена. Но как она покинет обитель? Вы так и не рассказали. Скоро все узнаешь, Джанет. Скоро София Султан поймет, что не стоило трогать меня и моего ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok Где же он? Вон там, смотрите. Поторопитесь, шейх Эфинди вот-вот придет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты здесь делаешь, Мехмед? Зачем ты снова пришел сюда? Есть то, в чем я хочу убедиться, Фахрия. Говори быстрее. В тот день ты сказала мне правду? Ты больше не любишь меня? Ты действительно вычеркнула меня из сердца? Уходи отсюда, Мехмед. Я никуда не уйду, пока не получу ответ на вопрос, Фахрия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже не сомневайся. Для меня ты умер вместе с моей любовью к тебе. Уходи отсюда. Я не хочу тебя больше видеть. Больше ты меня не увидишь, Фахрия. Ты оказалась права. Для нас уже все кончено. Слово было бы достаточно, Фахрия. Если бы я увидел, что ты не отказалась от нашей любви, то отдал бы свою жизнь ради того, чтобы ты снова вошла в обитель. Если ты хочешь искупить свои грехи, то не только Шахина Гирея, но и Фахрия Султан нам выдашь. Ты выманишь ее из обители. За Шахина Гирея не беспокойтесь. Он не будет казнен. Я все сделаю. Фахрия выйдет ко мне из обители. Но вы позволите мне проститься с ней. Но ты... Увы, этого не станешь. Отпусти! Отпусти! Подожди! Откройте дверь! Нет! Пустите! Нет! Отпустите! Валенте! Нет! Отпустите! Отпустите! Валенте! Отпустите! Откройте дверь! Пожалуйста, нет! Пусть иди! Спустите! Госпожа, госпожа, давайте вернемся во дворец. Нет! Спустите! Спустите! Убедите ее! Спустите! Победите! Победите ее! Пустите! Победите! Победите! Отпустите ее! Отпустите меня! Победите! Вы все это считаете игрой? Мои игры уже закончились. Вот так и у вас забрали родную дочь. Ах, Ли! Ах, Ли! Ты поплатишься за это, Кюсэм. Подумайте лучше о своей расплате. Кюсэм! Подожди! Слишком поздно. Вы не в силах ничего изменить. Уберите это! Пропустите меня! Это невозможно. По приказу нашего повелителя, вам запрещено входить во дворец. Стража! Вы Лиде Султан? Кюсэм. Я слышала Фахрия Султан во дворце. Наконец-то мы завершили начатое дело. Фахрия Султан уже перед повелителем. Прекрасно. Теперь она получит по заслугам. Тебе многое удалось, Кюсэм. Я не сомневаюсь в справедливости моего Льва. Он всегда умело отделяет ложь от правды. Хвала Аллаху. Дарвиша Пашу выпустили. Он помилован. Подойди, Кюсэм. Повелитель. Ты ведь слышала, верно? Фахрия поймали. Я знаю, Повелитель. Она будет наказана, как и все остальные предатели, которые покушались на вашу жизнь. Все благодаря Зульфикару, Кюсэм. Он привел во дворец Фахрия Султана и избавил династию от угрозы. Проси все, что пожелаешь, Зульфикар. Похвала правителя ценнее всего. Мне больше ничего не нужно. Однако, я всего лишь помог Кюсэм Султану все осуществить. Госпожа придумала, как можно выманить Фахрия Султана из обители. Мне оставалось лишь все организовать в соответствии с этим планом. Ты можешь идти, Зульфикар. Я поговорила с Зульфикаром Агой. Попросила привезти Мехмеда Гирея. Ведь, как известно, Фахрия Султан питает к нему слабость. Благодаря ему нам удалось выманить ее. Но остальное ты знаешь. Ты все время удивляешь меня. Мне очень нравится твой острый, как клинок ум. Ты спасла меня и нашу династию от огромной беды, Кюсэм. Я готов мир положить к твоим ногам. Но мой мир — это ты, Ахмед. Тот, кто покушается на твою жизнь, покушается и на мою. Кто предает тебя, предает и меня. Можешь не сомневаться, все они получат по заслугам. Я не сомневаюсь. Если бы все здесь так же старательно оберегали нашу династию, как это делаешь ты. Но все они защищают свои интересы. Они могут делать все, что угодно. Пока мы с тобой будем единым целым, никто не сможет навредить нам. Есть новости? Нет новостей. Фахрия Султан вернулась во дворец и радуется жизни. Какая там радость? Она сейчас места себе не находит от страха. Меня больше беспокоит София Султан. Она снова попытается спрятать дочь где-нибудь. Не получится. Исключено. Ее дворец охраняет толпа стражников. От нее всего можно ожидать. Верно. Если Фахрия казнется, София Султан обрушит весь свой гнев на нас. Наш повелитель скоро отправится в поход. До его отъезда мы должны разыскать ее тайную сокровищницу. Бельбюль Агане дает и шагу ступить. Нам нужно поторопиться, Джанет. Дело затянулось. Раз Бельбюль так сильно мешает, мы должны отдалить его от София Султан. Что за звук? Что такое, Джанет? В последнее время она постоянно крутится возле ваших покоев. Я так и не поняла, что ей здесь нужно. Откройте! Приструните свою калфу. Она постоянно крутится у меня под ногами. В чем дело? В чем она провинилась? Кто-то передает новости в старый дворец. София Султан оказалась в обители именно тогда, когда схватили ее дочь. Вместо того, чтобы заниматься глупостями, лучше молись, чтобы Фахрия Султан не казнили. Потому что София Султан, потеряв дочь, придет в такую ярость, что и спепелит всех и каждого на своем пути. В пепел превратится тот, кто пойдет против меня. Да. Госпожа. Хранитель покоев. Меня интересует участь в Фахрия Султан. Принято решение. Ты же наверняка осведомлен. Повелитель пока лишь обсудил этот вопрос с Дарвишем Пашой. Мне им ничего не известно. Скоро узнаем. Кстати, спасибо за поддержку. Это придало мне сил. Это мой долг? На очереди Шахин Гирей. Нужно покончить с ним. А потом София Султан. София Султан? Тебе известно, какие интриги она плетет? Сам был свидетелем. Она самая большая угроза для Повелителя. И я устраню ее. Хорошо. И, несомненно, у вас есть новый отличный план. Халим и Султан часто посещают Старый Дворец. Я уверена, что они состоят в сговоре. Думаю, они попытаются посадить на тронших за Дэмустафу. Нет. Нет, нет. Они не осмелятся на такое, да и сил у них не хватит. И все равно мы должны принять меры. У Софии Султан есть тайная сокровищница. Без нее она будет бессильна. Сокровищница? А вы как узнали об этом? Хорошо. Я дам поручение надежному человеку. Посмотрим, что он сможет разузнать. И тогда я сразу сообщу вам. Но и вы сразу сообщите мне, если что-то узнаете. Субтитры создавал DimaTorzok Все свою жизнь ты будешь идти по раскаленным углям. Тебе предстоит увидеть смерти всех, кого ты любишь и кого еще полюбит твое сердце. Мехамед. Мехамед. Ты решила от него избавиться? Бюльбюль вовсе не прост. Он очень многие дела София Султан пытается улаживать. Без него она как без рук будет. Госпожа, Фахрия Султан вчера стало вдруг очень плохо. Она перед Аллахом предстала. Мир праху ее. София Султан очень огорчится. Аллаху покоя ее душу. Аминь. Получила то, что хотела? Вот и нет больше, Фахрия Султан. И ты, образец чистоты и невинности, также стала причиной смерти. Фахрия Султан, конечно, была грешницей. Великой грешницей, заслуживающей кары. Но по твоей вине мать потеряла свое дитя, и она убита горем, бедняжка. У тебя тоже есть ребенок. И ты можешь понять, каково это матери. Ты ведь разбила ей сердце. Я сделала то, что должна. О Софии Султане сердце нужно было думать, когда ее дочь решила уничтожить династию. Я просто удивляюсь. Фахрия Султан вашего сына убить хотела, а вы защищаете ее. Почему? А это ради Софии Султан, так как она нужна вам. Мама! А где ты была? Мама, я ищу, ищу тебя! Я здесь, дорогой. Всегда отыщется благовидный предлог, чтобы успокоить свою совесть. А уж материнская любовь заглушит голос любой совести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы идите. ДимаTorzok 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 Мне почему-то очень неспокойно. Страх какой-то необъяснимый. Я старалась не думать об этом дне. И вот ты уезжаешь. Неизвестно, когда вернешься. Не бойся Мы победим, иншалла А наша любовь, пройдя через разлуку, станет еще крепче Да Повелитель Минакшех Атун пришла Зови Дорогу, султан Ахмедхан Хазрет Лери Мустафа Бельчонок Что такое, ты заболел? А что, у тебя болит? Горло болит, брат Глотать очень больно Он вчера был уже вялый Видимо, простыл Похоже, у него жар Ничего серьезного, госпожа Лекарства я уже приготовила Полежать надо немного, вот и все Простите, повелитель Я не знаю, стоит ли ему идти с вами в поход в таком состоянии Я пойду Ничего не случится, я надену латы, у меня меч будет Мустафа Сначала ты должен поправиться Больного я тебя в поход не могу взять Ну, мне так хотелось в поход тоже пойти Еще пойдете, Шекзада Не расстраивайтесь А сейчас я каждый день буду вас навещать Будем играть, хорошо? Это наша первая долгая разлука О, моя любовь Глубокая и прозрачная, словно море О, повелитель моего сердца Снова взойдет солнце Затем луна прогонит его Снова зацветут цветы Но когда тебя нет Никакие цветы мне не будут в радости Солнце не сможет согреть меня А месяц не сможет осветить мне дорогу Прошу, ради своих детей и меня Возвращайся скорее Не оставляй нас в Англии Да, светит Аллах твой путь Возвращайся с победой Субтитры подогнал «Симон» Мое самое большое богатство Владычица моего сердца Не жалей молитв обо мне Твои молитвы станут моим щитом Я вверяю своих шахзадей тебе, Кюсэм Не делай разницы между Османом и Мехмедом Люби и береги Османа так же, как родного сына Ты моя надежда Ты мой земной ангел, который охраняет мою династию Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Госпожа Повелитель ведь только-только уехал А вы ему уже пишете Я тоскую по нему всегда Мне ждать, пока пройдет время, не надо Что-то холодно Принеси вам шаль Принеси ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подойдите Ведите эту лазейку в норку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Шайтан, их возьми Они нас нагло подслушивают Теперь ясно, почему эта Минакше кружит вокруг меня Так оставлять это нельзя Хандан Султан сообщить надо Она примет меры Говорить ничего никому не будем Они хотят знать, что мы делаем Пусть знают Мы не возражаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дайник Завья Султан нашел А? Правда? Надо госпоже сейчас же доложить Джанет Калфатише услышат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так это точно? Вы уверены, госпожа? Уверена, Джанет Пришла, наконец, долгожданная весть Наши люди из старого дворца Узнали, где хранится тайник София Султан Нельзя терять ни минуты Сообщите немедленно хранителю покоев Пусть берет охрану и в путь София Султан потеряет все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш Соловей в клетку попал Доложи Зульфика Руаги Объясни, в чем дело И пусть он нас у гарема ждет Будем следить за Бельбелюмагой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бельбель Завертелся, как уж Ну, конечно, Зульфикар Копили-копили богатство Оно улетучиться может Поехали, а то потеряем след Все насморку тогда Слушаюсь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьми Он там Госпожа, подождите Идите за ним Будьте осторожны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходим Идите Вот, несите сначала Вот эти вещи в повозку У нас мало времени Шевелитесь Скорей, скорей, скорей Зульфика Рага ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, ух ты, ух ты О, ЛАХ, надо же Вот это да А ну, уходите отсюда Идите, идите Скорее Живей Живей, живей Какие сокровища Бельбельага Машаллах Я вижу, ты у нас такой богач Нет, вы не то подумали Если разрешите Я все объясню Только разрешите Я расскажу все Да, пожалуйста Бельбельага, расскажи Интересно, что ты нам приготовил Для объяснения Может, это София Султан Хранит здесь взятки Которые она брала Столько лет А может, это на смерть Она скопила Каждую вещь запишите Погрузите имущество На повозки Все это пойдет В казну государства Благодаря тебе Я очень просто нашла То, что искала Несколько месяцев Я ведь знала Что через дырочку в стене Бельбель нас подслушает Да, и я готов Ответить на это Вот София Султан Пускай из тебя спрашивает Доложи, что я Лишил ее сокровищ Идите, соберите все Все, все, что здесь есть Забирайте Сначала запишите И выносите И не копайтесь Побыстрее Побыстрее Эй, старый дворец Живо Поехали, поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я дам тебе Скоро Скоро начнет темнеть Я не могу вас Одну отпустить Госпожа Ну так заканчивайте Скорее Да, да, конечно В чем дело Что вы делаете Что вы делаете на ночь Глядя в Гареме Мы слышали, что Повелитель накануне отъезда Казнил Шехзаде Мустафу Ничего подобного Мы хотим убедиться Увидеть его своими глазами Возвращайтесь в корпус Иначе пеняйте на себя Мы никуда не уйдем Пока не увидим Шехзаде Гоните 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 Игдом и стражников. Узнай у них, что все это значит. Живо! Гоните в корпус! Поднимайте солдат! Зульфикар, что тут произошло? Сядьте в карету, госпожа. Но я должна знать, где мы шесть заде! Откройте! Я крепую! Откройте! Мой сын там! Откройте! Мой сын там! Я приказываю! Открывайте! Мой сын! Сейчас же немедленно откройте двери! Откройте! Слышите? Откройте! Откройте! Там мой сын! Мой сын! Откройте! Я приказываю! Откройте! Мой сын! Мой сын! Откройте! Вон этот вход. Мы сразу попадем в гарем. Только бы получилось. Помоги! Помоги! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ах! Аллах милостивый! Ах! Зульфий Карага, идем к Шахзаде. Выли да султан с ним одна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОСТАВКА 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 Вам не забрать меня, Шикзаде! Валиде! Прочь от Шикзаде! Шикзаде, все назад! Как шакалов подпалю! Нечестивые мерзавцы! Шикзаде! Шикзаде! Он меня ранит! Мир нет! Сердце моё! Госпожа, это восстание? Что здесь случилось? Не знаю. Я сама ничего понять не могу. Нам нельзя оставаться здесь. Нужно идти к туннелю. Вульфикар. Шикзаде, Асман погибнет. Асману мы не бросим, Валиде. Шикзаде под моей опекой. Валиде, вы спрячетесь в потайном тоннеле, а я пойду Шикзаде искать. Держи их, вот они! Назад! Джанет, сюда! Хвала Всевышнему! Мохферзе, с ним всё в порядке? Да. Пойдёмте. Валиде Султан ждёт у потайного тоннеля. Мохферзе! Госпожа! За этим стоит София Султан. Бельбюляга провёл Шикзаде по золотому пути. Зульфикарага, я предупреждала, что они намереваются посадить его на трон. Янычары оповещены госпожа. Они скоро придут нам на помощь. Пошли. Мы должны что-то предпринять. Если трон займёт Мустафа, мы окажемся в опасности. Но что предпринять? Заходите. Быстрее. Шикзаде Мустафу нужно у них забрать. Это необходимо. Тогда им некого будет сажать на престол. Да. Шикзаде Мустафу можно попробовать выкрасть и спрятать до возвращения повелителя. Пойдём, поищем его. Госпожа, Шикзаде я буду искать только я, а вы спрячетесь в тоннеле и будете там до моего возвращения. Берегите себя и Шикзаде, чтобы я не волновался. Наша судьба в твоих руках, Зульфикар. Аллах тебе в помощь. Аминь. Госпожа, если я не вернусь до рассвета, тогда бегите. Спрячьтесь в обители. Хьюдай Хазрит Ляри защитит вас. Храни вас Аллах. Несчастный Шикзаде сиротой остался. Почему мы ждём, госпожа? Нам нужно бежать отсюда. Без Шикзаде Мустафы и Зульфикара мы не уйдём, Джанет. А вдруг с ними что-нибудь случилось? Мы до утра будем ждать? Госпожа, ничего не изменится, Джанет. Если Шикзаде Мустафу посадит на трон, нас всё равно найдут и убьёт. Я не собираюсь сидеть и ждать смерти. Шикзаде я оставляю на вас. Шикзаде я оставляю на вас. Стража! Госпожа, вы, видно, с ума сошли, как вы сюда попали. Где Шикзаде Мустафа известно? В диванных покоях. Сестра! Я с тобой, не волнуйся. Ничего не бойся. Я сама спасу тебя. Госпожа. Что вам здесь нужно? Не подходите! Мы пришли спасти вас. Я сама позабочусь о брате. Шикзаде, пойдёмте со мной. Шикзаде Мехмед и Осман тоже с нами. Нет, Мустафа, не верь, они нас обманут. Азольфикар, ты ошибаешься. Обещаю тебе, что буду защищать вас обоих. Пойдём. Мустафа, не ходи с ней. Дильруба, пойдём с нами. Быстрее. Скорее бы настало утро, и эта длинная ночь наконец закончилась бы. Потерпите, госпожа. Новый день наступит уже совсем скоро. Дай Аллах, вы снова сможете обрести утраченное могущество. О чём ты подумал, Бельбель? Отчего это ты вдруг стал улыбаться? Госпожа, я представил, что вы, как королева Елизавета, взошли на священный престол сами, и у нас снова всё хорошо. Мечтатель Бельбель. Госпожа, Тёсэм Султан, Зульфикар Ага и Шехзаде Мустафа сбежали из-под стражи. Эй, Куча, готовь карету. Живей, живей, живей. Идите. Скорей. Зульфикар, спасибо тебе. Валиды. Госпожа, я не знаю, правда ли это, но София Султан кое-что сказала. Что сказала? Что наш повелитель предстал перед Всевышним. Это всё ложь. Ахмед не умер. Ишла, ахмед не умер, ахмед не умер. Госпожа, я тоже так думаю. Пока не получим вести от повелителя, вам нужно спрятаться. Оторопимся. Там кто-то есть, смотри. Да, вдоль стороне. Туда, быстрее. Взять живыми, скорее. Тьма такая, ничего не вижу. Не бойтесь, госпожа. Поезжайте. Поезжай, давай. Они там, там. Ну, идите сюда, предатели. Кто там из вас самый смелый? Шахзаде Мустафу нужно найти. Остальные пусть хоть в аду сгорят. Разрешаем их всех зарезать. Нам все равно, он уже Заде Мустафа должен вернуться во дворец. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Заберите Шейхсаде Мустафу! Госпожа, я обо всем знаю. Я прибыл, чтобы отвезти вас в безопасное место. Госпожа, вы можете мне довериться. Мы едем в обитель Хюдаи Хазрат Лири. Но там вас уже поджидают и схватят сразу, как вы подъедете. Тогда проводите нас туда, где нас никто не найдет. Мама, смотри, кто пришел. Госпожа, добро пожаловать. Какая честь. Проходите. Что-то случилось? Дай Аллах, все будет хорошо. Это Валиде Султан, наши Шейхсаде и друзья. Нам придется побыть у вас. Наш дом, ваш дом. Прошу, мы вам рады. Вы Лиде. Мехмед Гирей, спасибо. Я не забуду того, что вы сделали. К вашим услугам. Я был обязан защитить Шейхсаде и вас. Валиде Султан 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 Зульфу Карага Валиде Султан Я повсюду тебя ищу. Значит, ты знаешь о случившемся Вот только непонятно, зачем ты меня искал София Султан, Пиказелла? Нет, Зульфикарага Косем Султан Косем Султан? Да Она просила тебя найти Идем, я отведу тебя Джанет Эйджан Мустафа и Дилильбе нет Вставайте Возьми мехмеда Джанет, ты все-таки уснула Эйджан, как вы осмелились Я же умоляла вас не смыкать глаз Ночь выдалась длинная, сил не было Госпожа Молчи, несчастная Куда ты меня тащишь? Не надо, я с Косем хочу остаться Косем плохая, Мустафа А я тебе помогаю, спасти пытаюсь Мустафа! Стража! Мустафа! Помогите, на помощь! Жизнь Шехзады Мустафы в опасности Шехзады Мустафы обнаружен Я Дилильбе, Султан Косем Султан насильно увела Шехзады Мустафу из дворца Схватите ее! Не подходите! Я Хосеки Султана Ахмеда Косем Султан Только троньте меня хоть пальцем и не сносить вам головы Примите мои соболезнования, Косем Султан Наш повелитель Султан Ахмед погиб в военном походе Это ложь, вас обманывают Никого не слушайте Она предательница Она увела нас и похитила из дворца Шехзады Османа и Шехзады Мехмеда Я знаю, где они и сейчас же покажу Дилильбе, молчи Умоляю тебя, замолчи Вылеты Султана, оба Шехзады здесь, в этом доме В чем дело, кто вы такие? Где Шехзады? Говори У вас плохо с головой? Мы не знаем Она лжет Они в этой конуре ночевали Где они прячутся? Отвечай мне МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь никого нет Они ушли Им отсюда далеко не убежать Ищите скорее У нас приказ доставить Шехзады Мустафу во дворец Живым и невредимым, госпожа Как и Кюсэм Султан С ними мы потом разберемся Пойдемте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что они сделают с госпожой? София Султан отправит ее на казнь О, Аллах всемогущий Да Госпожа, радостная весть Почти что чудо Неужели вы нашли Шехзады? Стража Решила, что тебе удастся спрятаться Готовь шехзады к вступлению на престол Как прикажете Готовь шехзады к вступлению на престол Субтитры создавал DimaTorzok Этот перстень сначала принадлежал на непокойный Хюрем Султан Ты даже корону ее примеряла Носить надеялась Я слышала Что даже говоря шепотом Она могла заглушить голоса Всех женщин Гарема Хюрем Султан была самим воплощением могущества Эта женщина была мудра И прозорлива Хюрем Султан красиво дожила свой век и скончалась Передав Нурбану Султан перстень Она тоже была могущественной Да будет рай ей обителью Мы еще не встречали женщины Что могла бы сравниться с ней по красоте И властолюбию Когда Мурат Хан зашел на престол Мы стали его любимой наложницей И настрадались от его матери Нурбану Султан Была мстительной и коварной Но как видишь сама Уже много лет Я ношу этот перстень Время не стояло на месте И на престол взошел Мехмед Хан Наш старший наследник При нас же на трон торжественно взошел наш внук Ахмед Поцеловав нам руку Он стал султаном Однако Он пошел против нас Пришла пора получить назад все то, что мы ему даровали Сегодня начнется эпоха Султана Мустафы и тех, кто привел его к власти На трон восходят мужчины Но вдохновляют их Прокладывают путь к трону И помогают удержаться на нем женщины Ты не смогла стать такой женщиной, Кюсен Ты лишилась власти Так и не став великой Жажда власти окончательно ослепила вас Ради нее вы пошли на сделку силами зла Вам не дано сострадать Вы не любите ни своих детей, ни внуков Камень заменил вам сердце Ты права С этим камнем я живу много лет Этот камень-алмаз Драгоценный Он прочный Сияющий и многогранный Я шла к этому сорок лет А тебе каким-то образом удалось получить все и сразу Ты надела корону А вот госпожой так и не стала Ты не боролась за любовь Ты получила ее на золотом подносе Вместе с обилием других благ И расплата за это будет горькой Мы лишим тебя жизни У меня есть предложение Пади нам в ноги И слезно умоляю о прощении Возможно, мы смилуемся Если вы сейчас же меня отпустите А Шахзаде Мустафу не возведут на престол Я обещаю, что вас пощадят Страх смерти окончательно затмил твой разум Ты утратила способность размышлять И не понимаешь, что говоришь Я понимаю Повелитель не умер Он скоро вернется И сам уничтожит всех предателей И вы первые отправитесь к палачам Даже если так и будет Вряд ли ты это увидишь Да К церемонии все готово, госпожа Прекрасно Уведи ее, Бельбюль Медленно придушите ее шнурком Пусть корчится и умрет в страданиях А потом сбросьте труп в Босфор София Султан приказала поскорее покончить с ней Вы знаете, что делать Если осталось хоть капли смелости Убей меня сам Ну что, боишься? Ты подлый, трусливый раб Прошу вас, шех Зада София Султан давно ждет вас Подойди наш царственный внук Хвала Аллаху Нам посчастливится увидеть и твое восхождение на трон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ 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 Стойте! Стойте! Остановитесь! Султан Ахмед Ханжиев, он не умер! Это наглая ложь! Не верьте в его смерть! Не поддавайтесь! Не верьте предателям! Вас обманывают! Не слушайте их! Не поддавайтесь! Я Зульфикар! Вы же все меня знаете! Не верьте словам этих предателей! Стража, схватите их! Не смейте присягать Шахзаде Мустафе! Это измена правителю! В темницу их! Пусть те, кому дорога их жизнь, покинут площадь! Братья мои! Соратники! Не верьте их словам! Отпустите! Руки прочь! Дорогу! Султан Ахмед Хан Хазрет-Люри! Дорогу! 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 Братик! Броклятые собаки! Придатели! Как вы осмелились! помилуйте повелитель нам сказали что вы скончались в походе мы 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 только поэтому и Нечистивцы Как посмели вы прикоснуться к моему трону? А? Мурат Паша Я здесь, повелитель Скажи, что я жив так громко, чтобы услышали все предатели Чтобы навеку истили, кому принадлежит этот дворец, этот трон и власть КОНЕЦ 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 Только смерть спасет вас, София Султан Так просто вам от меня не избавиться Стража! Стража! Заточите ее в темницу! ПО-А-А-А-А-АА! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повелитель, хвала Аллаху, вы живы, Повелитель. Как это все произошло, Зульфикар? Отвечай! Мы сражались из последних сил, Повелитель. Но София Султану удалось подкупить стражников. Когда она распустила слухи о вашей кончине, все, кто был во дворце, на ее сторону перешли. Зульфикар на мою жизнь покушались. У них почти получилось. Как мои шехзады? Как Осман, Мехмед? Как моя Валиде, как Кюсэм? Они здоровы. Здоровы, Повелитель. Шехзаде все хорошо, хвала Аллаху. Они в безопасности. И Валиде Султан тоже. Но Махфер Азе Султан предстала перед Аллахом. Махфер Азе Султан. Махфер Азе Султан. Махфер Азе Султан. Махфер Азе Султан. Сделала все, чтобы защитить Шехзаде и ваш трон от нечистивцев. Но я узнал, что ее, что по приказу... София Султан и ее казнили. И я нет в живых. Я уверен, что она боролась до конца, Повелитель. Я в жизни не видел более храбрый Хатун, чем она. Махфер Азе Султан. Махфер Азе Султан. Продолжение следует... 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 Я обещаю. Шех Зады Османа останется при мне. Ахмед, я клянусь тебе, что воспитаю его как родного сына. Знаю. Госпожа, хвала Аллаху, вы живы. Я слышал, что вы пережили, и очень волновался. Тебе удалось этого избежать, Хаджага, так что не жалуйся. Госпожа, я же не знал, что случится, этот кошмар. Хандан Султана стояла, чтобы я уехал. Зря я послушался. Не переживай, я просто пошутила. Я уж было запаниковал от ваших слов. Что случилось, Фердевс? Шех Зады Осман. Он плачет без остановки. Отказывается от молока кормилец. Маму ждет, видимо. Я уже не знаю, что делать. Хатун, может, твое молоко горькое? Лук, что ли, ела? Не смотри на меня так, Джанет Калфа. Я одну халву ем, мое молоко как мед. Хатун, не тряси его так. Шех Зады стошнит. Аккуратнее надо. Госпожа, он совсем не ест. Дай его мне. Да, да, Шех Зады мой маленький. Мальчик мой. Чей пальчик? Мальчик. Госпожа. Эйджан, тихо. Я его еле успокоила. Мехмед. Мое золото. Мое сердце. Смотри, это твой брат Осман. Эйджан, теперь Осман будет жить с нами. Скажи всем, чтобы следили за ним. Мы будем заботиться о нем так же, как о Мехмеде. А что на это скажет Валиде Хандан Султан? В конце концов, принимать решения, которые касаются Шех Зады, не спросив... Я с ней поговорю, Джанет. Никогда я не слышал, чтобы Валиде Султан по какой-либо причине оказывалась в темнице. Должен признаться, что София Султан только такой пышный конец, пожалуй, и подошел бы. Отныне на долю София Султан придутся только боль и страдания. Она меня больше не волнует. Но я беспокоюсь, поскольку повелитель снова должен вернуться в военный лагерь. Тем более в такие времена. Я полностью разделяю ваше мнение, госпожа. Во дворце сейчас есть много неотложных дел. Например, кто станет обладателем печати визири, не так ли? Я буду с вами откровенна, Паша. По-моему, вы должны стать великим визирем. У вас есть силы и мудрость, в которых мы так нуждаемся. Я, безусловно, счастлив услышать от вас такие слова. Я никогда не гонялся за должностями и титулами, но и от службы отказываться я не стану. Повелитель очень ценит мое мнение. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы великим визирем стали вы. Кёсэм Султан! Госпожа, прошу, выслушайте. Халима Султан зовет вас, просит поговорить с ней. Она бы пришла сама, если бы была здорова, но ее состояние не позволяет. Мне разговаривать с предателями не о чем. Прошу вас, госпожа, Шекзаде Мустафу у нас забрали. Говорят, скорее всего, его казнят. Подойди, Кёсэм. Подойди и посмотри, что со мной сделали. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Вы сами виноваты во всем, что случилось. Не ищите оправданий. Ты напрасно меня обвиняешь. Я лишь жертва Софии Султана. Они хотели забрать у меня сына. Я пыталась помешать. Сопротивлялась. Смотри, что со мной сделали. Меня ранили ножом. Да, ранили. Вонзили в спину. София Султан легко предала вас. Я ничего не знала. На меня напали. Вы можете убеждать в этом кого угодно, только не меня. Я вас предупреждала, чтобы вы не вступали в сговор Софии Султан. София Султан вас использовала, а потом решила избавиться. Вы заслужили все это. Твой взор затуманен злобой. Ты жаждешь мести. Все слова напрасны. Вымести злобу на мне. Выскажи мне свою обиду. Но спаси Мустафу, умоляю. Помоги ему, Кюсэм. Кюсэм, Султан! Прошу, поговори с повелителем. Пусть простит моего брата. Защити его, я тебя умоляю. Я увезла Шахзады из дворца, так и хотела защитить его, Дельруба. Но ты бросила его в огонь. Из-за тебя и твоей матери Мустафа оказался в беде. Грех на вашей совести. Музыка. 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 Ты на меня обидел? Я обиделся. На тебя, на моего старшего брата, на стражников, на всех обиделся. Вы разлучили меня с мамой. Сейчас ты не можешь быть с мамой. Но я даю тебе слово, скоро вы обязательно увидитесь. Смотри, что я принесла. Это тебе Шахзады Османа, Шахзады Мехмед передали. Им подарили игрушки. Но ты же знаешь, они еще очень малые. И попросили, чтобы ты поиграл с ними, пока они не вырастут. Они же еще маленькие и не умеют говорить. А я понимаю, что они хотят сказать. Мой лев будет храбро атаковать врагов. Мой конь помчится изо всех сил. А эта птица посадит меня к себе на спину, взлетит и отнесет меня к моей маме. Я здесь, мой сладкий. Все хорошо. Все хорошо. Вы Лиды, султан? Где ты была, Кюсэм? Халима султан проведала. Она утверждает, что ни в чем не виновата. Она ссылается на свою рану, и она выкрутится. А потом я навестила Шахзады Мустафу. Он очень печален и так напуган. Говорят, ты разговаривала с Мурадом Пашой у главных покоев. Паша выразил мне свое сожаление по поводу случившегося. Что-то не так? Есть правила, Кюсэм. В Гареме есть свой порядок и правила. Твои разговоры с Пашами неприемлемы. Ты не можешь вести себя так. Шахзады Османа ты забрала в свои покои без разрешения. Я хотела вам сообщить, но вы были у Дервиша Паши в тот момент. Повелитель об этом знает, и он очень доволен. Занимайся лучше своим, Шахзады. Я, как Валиде Султан, буду заниматься остальными. Отнесите Османа ко мне. Приходи к нему, когда захочешь. Но здесь он не останется. Госпожа, мы сможем видеться с ним, когда вы пожелаете. Не будем сейчас ссориться с Валиде. Дорогу! Султан Ахмедхан Хазрет Лири! Повелитель. Я захотел увидеть своих Шахзады. Что такое? Что случилось? Они здоровы, иншаллах? Здоровы, слава Аллаху. Но вот выли Де Султан посчитала неправильным оставлять Османа в моих покоях. Не знаю, как пережить эту разлуку. Хаджага, скажите моей матери, что Осман выбрал себе маму. Отныне он будет жить вместе с Кесем Султаном. Джанет, уложи его. Я приходил ночью. Ты спала. С одной стороны Осман, а с другой Мехмед. Никогда в жизни мне не доводилось наблюдать картину более прекрасную. Я сама кормлю Османа. Теперь у меня два сына. Безусловно, я этому рада. Но в то же время я боюсь за их судьбы. Я знаю, что тебе нужно принять решение о судьбе Шахзады Мустафы и Ахмед. Но это решение послужит примером в будущем. Во многом определит судьбу Османа и Мехмеда. Что ты хочешь сказать, Кесом? Если ты сейчас решишь казнить своего брата, в будущем твои дети будут убивать друг друга. Но отныне, если ты снова простишь его, несмотря ни на что, возможно, порядок изменится. И больше никто никогда не испытает боли из-за потери брата. Что больнее? Смерть брата? Или смерть сына? Смерть брата? Открой дверь. Мы тебя ждали. Наконец-то ты пришла. Говори. Махпекер Кюсен. Мы слушаем тебя. Вы немного опоздали. Вам стоило послушать меня раньше. Я давала вам шанс, чтобы вы оставили меня в покое и не совершали эту ошибку. Но вы все же решили послать меня на смерть. Нам любопытно. Как же это тебе удалось избежать смерти? Меня зовут Кюсен. Со мной нелегко справиться. Вы думали, что никогда не проиграете. Никто не мог скинуть вас в пьедестала. Но теперь вы здесь. В темнице, пустой и жалкой. Такой же, как и ваша душа. Золото, падая в грязь, не теряет ценности. Мы София Султан. Не важно, что с нами и где мы. Истины это не изменят. Иногда я думаю, почему так произошло? Почему мы с вами стали врагами? А иначе быть не могло. И еще маленькой девочкой я ни перед кем не склоняла головы. Как и вы. Мы очень похожи. Поэтому и не сможем никогда быть рядом. Нам нечего возразить. Тем более, ты уже вкусила пьянящий напиток власти. Этот напиток, словно мед и яд одновременно, достаточно один раз отведать его, и пристрастишься навсегда. Разве Солнце и Луна могут оказаться на одном небосклоне? Именно поэтому нам тесен не только гарем, но и целого мира на двоих мало. Ты или мы. А разве ответ не очевиден? Это должно больше пугать тебя. Потому что нам давно уже нечего терять. У вас есть кольцо. Я и не знала, как оно вам дорого. До тех пор, пока вы не рассказали мне его историю. Ты можешь снять его с нашего пальца. Но это кольцо имеет смысл лишь для того, кто им владеет. Я и есть тот самый человек. Стражин. Госпожа, это вы, Лиде, султан? Вы не можете казнить ее? Прошу, не надо. Госпожа, прошу. Госпожа, не надо, умоляю вас. Госпожа. Госпожа. Ой, великий Аллах. Что он здесь делает в такое время? Войди. Войди. Повелитель. Шахзаде. Мустафа Хазертлери. Стражники не нашли его в покоях. Откройте дверь, я хочу выйти в сад. Шахзаде, нельзя, это запрещено. Нужно вернуться. Отставь меня, я приказываю, откройте дверь, я хочу выйти в сад. Стража, вы не слышали? Шахзаде приказывает вам, откройте дверь. Кюсэм. Кюсэм. Ты напугаешь ее. Ну вот, она улетела. Откройте. Откройте. Мустафа, успокойся. Не расстраивайся, мы отыщем ее. Пожалуйста, Кюсэм, найди ее. Она ранена. Мы дадим ей лекарства, она поправится. Я скажу всем стражникам и колфам. Они поищут ее в саду. Когда найдут, скажут нам, хорошо. Кюсэм. Я клянусь тебе, брат, если однажды я взойду на трон, никогда не поступлю, как наш отец, никогда не казню своих братьев. Мустафа, Мустафа. Дорогой брат, Я никогда не казню тебя. Никогда. Я никогда не буду таким, как отец. Я даю тебе слово. Клянусь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Боли от утраты брата или ребенка. Сегодня ночью ты выбрал своих сыновей. Ты отказался от брата, чтобы защитить их, не так ли? Палачи были там. Не сыновей, Кюсэм. Это вопрос о наследнике. Я принял решение, как повелитель, поэтому я послал палачей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда они вошли в покой, они не нашли его. Птица, Кюсэм. Птица. Поздно вечером он проснулся и побежал искать ее в саду. Он сказал, что она ранена. У нее блестели глаза, сверкали перышки. Видимо, Шахзаде увидел прекрасный сон. Или замечтался? Что это, если не воля Аллаха Кюсэм? Что это, если не знак Всевышнего, посланный мне? Он мне говорит, чтобы... Я не убивал брата. Твое сердце подсказывало тоже, Ахмед. Всевышний увидел это и помешал тебе. Да. Повелитель, Валиде Султан пришла. Пусть войдет. Ты, видимо, забыл, что мы пережили. Все мы едва избежали смерти. Ты пожалел его. Но, упаси Аллах, не придется ли нам пожалеть об этом? Я никого не жалел, Валиде. Не волнуйтесь, Валиде. Милосердие Повелителя направлено только на Шахзаде. Возвращайся к себе, Кюсэм. Оставь меня наедине с сыном. Что ты будешь делать? Что мы будем делать, если они однажды снова используют Шахзаде Мустафу? Сколько еще мы будем жить с этим страхом? Все уже решено. В этом я не уверена, сынок. Сегодня София Султан, завтра кто-нибудь другой. Эпоха Ахмеда в прошлом. Да здравствует Мустафа! Нам никогда не будет покоя. Пускай говорят, что хотят. Отныне никто не сможет использовать моего брата подобным образом. Потому что я принял свое решение. Какое? Я видела Хаджиагу. На рассвете он собрал всех казначеев дворца. Беседует с каждым. Что случилось? Хандан Султан ищет себе главного казначея. Видимо, она хочет полностью прибрать к рукам гарем. София Султан в темнице. У Халиме Султана нет больше власти. И она взялась за меня. Вы с самого начала не поладили, госпожа. К тому же из-за того, что вы все рассказали, повелитель сослал ее в старый дворец. Сейчас она хочет отомстить. Я ей не по зубам, Джанет. Казначеем должен стать наш человек. Верный мне. Да. Госпожа, Дервиш Паша просил передать, что хочет увидеть вас. Госпожа, желаю вам доброго утра. И вам, Паша. София Султан в той лодке. Приближается к своей темнице. Ее жизнь окончится в девичьей башне. Сердце Босфора. Я предпочла бы на дне Босфора. Согласно легенде, сотни лет назад один правитель построил эту башню, чтобы уберечь от змей свою дочь. Колдунья предсказала ему, что его любимая дочь умрет от змеиного укуса. А теперь все в точности наоборот. Повелитель заточил змею в башню, чтобы уберечь тех, кого любит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не важно, кто это. Сегодня Мурат Паша, завтра Носух. Потом еще кто-нибудь. Если вы вдруг собираетесь занять место, которое освободила София Султан... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете увидеть, что с ней стало. Госпожа. Стоит ли отправляться в поход, пока все не утихло? Я не хочу с тобой расставаться. Особенно после последних событий. Я никуда не поеду, пока не будет порядка в столице. Это правильно. Я уже не знаю, кому я могу доверять во дворце. Кто станет великим визирем? Ты наверняка принял решение. Пока не ясно. Конечно, ты знаешь, как будет лучше. Всем нужен сильный и опытный Паша. А самое главное, верный. Мурад Паша, например. И если он получит печать, все враги придут в ужас. Мурада Пашу я, конечно, очень ценю. У тебя есть сомнения, о которых я не знаю? В конце концов, я же знаю только то, что слышала. Я готова, Минэкши. Выходим. Как вы пойдете в таком состоянии? Я провожу его? Ты с нами, моя девочка. Куда мы пойдем, мама? Мы пойдем в сады Султана Шахзады. Вместе прогуляемся. Вместе подышим свежим воздухом. Как и раньше. Ура! Может, я свою птицу найду? Зачем мы сюда пришли? Повелитель, что ли, лично отрубит мне голову? А это мне неизвестно. Да! Во дворце живут десятки слуг, всегда готовых преданно служить своим госпожам. Несомненно, все они должны исполнять то, что им велят. Но и здесь нужно соблюдать границу. Где эта граница, Бельбюляга? Эта граница наша верность вам, повелителю, главе нашей династии. Мы не можем исполнять приказ, направленный против вас. А если это происходит? Бельбюляга? Нас казнят, повелитель. Ты выполнял все без исключения приказы своей сумасшедшей госпожи. Кроме одного, Кесэм Султан. Ты не подчинился, не убил ее. Помог избежать смерти. Поэтому повелитель захотел, чтобы я вынесла решение твоей участи, Бельбюляга. И я решила тебя помиловать. Вы ко мне очень милосердны, госпожа. Это не значит, что наказания не будет. Ты понижен в должности и будешь обычным огой гарема. Твое имущество конфисковано. Хорошо. Повелитель, мне можно будет остаться во дворце? В ту ночь ты спас не только Кесэм Султан. Ты спас и мою жизнь, Бельбюль. Каждым своим вздохом ты обязан этому. Помни. Я тебе жизнью была обязана. Но теперь я тебе ничего не должна. Надеюсь, мы в расчете, Бельбюляга. Не нам предугадывать будущее, госпожа. Зато мы можем предполагать. За твою ничтожную жизнь и ломаного гроша никто не даст. И если что, я либо прикажу казнить тебя, либо ты добровольно пожертвуешь собой. Предателем смерть. Почему он еще не казнен? Добрый день, госпожа. Ошибаешься, Джанет. От София Султан избавились, а теперь Хандан Султан возникла. Сначала она отчитала меня за беседы с Мурадом Пашой, а теперь она недовольна, что помиловали Бельбюлюагу. И Шихзаде Османа она хочет забрать. Ну уж этому не бывать. Если хочет войны, мы с ней будем воевать. Меня ей не запугать. Ты что, язык прикусила? Я скажу, когда вы успокоитесь, госпожа. Я думаю, что вы выбрали сейчас неверный тон. То есть как это? Вы говорите о Валиде Султан, между прочим. Она мать нашего повелителя, от которой он никогда не отвернется. Да и Дервиш Паша. Он влиятельный визирь. Что это? Зачем вам обязательно с ними ссориться? Не нужно? Как же мне поступить, Джанет? Я так скажу, госпожа. Склоните голову да пониже, чтобы опять в беду не попасть. Значит, ты так меня и не узнала. Я никогда не склоню перед ними голову. Ни перед Дервишем, ни перед Хандан Султан. Жизнь покажет, у кого в руках власть. Вы идете на пролом, госпожа. А за это всегда наказывают. Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Видно, забыла, кому еще недавно служила. В каком гнилом болоте барахталась. Простите, госпожа. Я долго прожила в Гареме и хотела вас предостеречь. Ну, а решать вам, конечно. Досталась ей. Сама виновата. Отнеси прачкам грязное белье и принеси сюда чистое. Войди. Кёсэм. Мустафу забрали из Гарема и заперли одного. Мне запрещено с ним видеться. Ты знала об этом? За ваши грехи платит малый, ни в чем не повинный ребенок. Его помиловали, и это самое главное. Может, повелитель позволит мне иногда видеть сына. Хоть на пару минут. Убеди повелителя Кёсэм. Ведь ты тоже мать. И понимаешь, как у меня сердце болит. В решение повелителя я никогда не вмешиваюсь. Не волнуйтесь за сына. У него будут все условия для спокойной жизни. Хандан Сулдан найдет способ с ним расправиться. Будет охотиться, как волчица. Я потеряла покой и не знаю, как жить дальше. Пока она где-то рядом. Покушений на него не будет. Ни повелитель, ни я этого не позволим. А кто будет защищать тебя, Кёсэм? Ведь Хандан терпела тебя, пока София Султан была опасна. Но ты от нее избавилась. Остерегайся, Хандан. А знаешь почему? Она коварная овца. О поступке овцы предсказать пока мало кому удавалось. Могу заверить, я с ней не ссорилась. Против София Султан ты не побоялась выступить. А перед Хандан склонишься в поклоне? Ты меня не обманешь. У тебя появился новый враг. И к тому же не один. Дервиш паша с ней заодно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу. Хранитель покоев. Госпожа, прошу вас. София Султан сильно страдает? Как проходит ее жизнь в башне? Она больше молчит. Думаю, она очень страдает. У София Султан было последнее пожелание, и я как раз его исполняю. Пожелание? Повелитель позволил мне отправить письма Фатьме Султан, Михримах Султан и Химашах Султан от ее имени. Их что, во дворец приглашают? Только Химашах Султан. Повелитель относится к ней с большим уважением, чем к остальным. Хорошо, что вы пришли, госпожа. Повелитель отдал в ваше личное распоряжение честь сокровищ София Султана. Тратьте их на что захотите. Где пропадаешь, Джанет? С утра тебя не видно. Если ты уже перестала обижаться, пойдем в мои покои, нам нужно кое-что обсудить. У нас с Хаджиагой дела, госпожа. Я скоро к вам приду. Что это за дела? Разные мелочи в гареме, госпожа. Мелочи. Хорошо. Разбирайся с делами. Войди. Ну, наконец-то, Джанет, проходи. Простите, госпожа, но моя новая должность требует держаться от вас как можно дальше. Ведь перед вами сейчас стоит главный казначей. Значит, все-таки удалось. Поздравляю тебя. Это я вас должна поздравить, госпожа. Вы так искусно обвели вокруг пальца Хандан Султан. Она сразу поверила. Простая логика, Джанет. Я ведь тоже хотела привлечь тебя на свою сторону. И привлекла. Но главное задание впереди. Ты станешь ее тенью. Предупредительной, ловкой, внимательной, чтобы мы знали все о ее планах. Не беспокойтесь, госпожа. Что бы я тебя здесь больше не видела? Ах! 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 Тебя что, Билли, Джанет Калфа? Что же теперь делать, Хаджи Ага? Кёсэм Султан меня своим врагом считает. Кандан Султан взяла тебя под опеку. Не бойся. Она тебя защитит. Все хорошо. Идем. Шейх Сатэ уснул, госпожа? Госпожа. Прекрасно. Раздайте девушкам в гареме. Мы пережили нелегкие времена, они будут рады. Аллах, они станут за вас молиться. Сегодня очень важный день, Инжан. Повелитель должен избрать главного визиря, поэтому я нервничаю. Иншаллаем станет Мурат Паша. Тогда мне некого будет бояться. Девушки, это золото и подарки Кёсэм Султан передает вам из своих личных средств. Пользуйтесь на здоровье. Кёсэм Султан. Да хранит вас Аллах, спасибо. Да исполнятся все ваши желания. Любовь их пытается завоевать за подачки. Откуда у нее столько золота? София Султан его собирала. Повелитель подарил Кёсэм два сундука добра. Дорогу в Алиде Султан Хазрет Лири. Прекратите это и возвращайтесь к своим делам. Ты, София Султан, начала подражать Кёсэм? Подкупать их решила, как и она? Вы же видите, госпожа, я не скрываю от них свое золото. Я никого не выделяю. Каждый получил по заслугам. Кроме того, подкупом занимаетесь вы, назначая Джанет главным казначеем. Мне нет необходимости никого подкупать. Все, кто находится в гареме, обязаны мне подчиняться. А тех, кто этого не сделал, заставят. Без денег. И без золота. Что все это значит, Валиды? Откуда такая враждебность? Ничего личного, Кёсэм. В гареме долгое время не было порядка. Но София Султан наконец-то покинула дворец. И теперь власть сосредоточится в моих руках. Чтобы в гареме были восстановлены традиции. Как быстро вы обо всем забыли. Если бы не я, вашей династии давно пришел бы конец. Хотите командовать и править здесь единовластно? Извольте всем платить. Унесите. Госпожа. Ханзаде. Вы вызвали меня на важный разговор. Что вы хотите сказать? Меня пытались устранить. Но им это не удалось. Он нападет вновь, и вы должны об этом знать. На вас напали? Кто? Говорите все. Дервиш Паша, госпожа. Этот человек страшный убийца. Опасный враг. Это он отравил покойного отца нашего повелителя, султана Мехмедхана. Вы, видимо, не понимаете. Вы называете убийцей Дервиша Пашу. Он является приближенным повелителя, его преданным слугой. А недавно он был тяжело ранен, пытаясь защитить повелителя. Суть дела не меняется, госпожа. Тот, кто присягнув на верность, отравил одного падишаха, однажды с легкостью сделает это с другим. А если я не поверю? У вас есть доказательства? Подтвердите свои слова. К несчастью, не могу. Дервиш Паша их уничтожил. Но один свидетель остался. В таких вопросах не полагаются на свидетелей. Есть доказательства, предъявите. Мои слова не назовешь ложью, госпожа. Если вы мне поверите, мы вместе найдем эти доказательства. Я дам вам знать. Госпожа. Госпожа. Паша. Полагаю, вы знаете о последних событиях? Каких событиях? Дервиш Паша получил печать великого визиря. А я была уверена, что печать получите вы. Печать великого визиря возлагает очень большую ответственность. У Дервиша Паши оставалась возможность получить ее в будущем. Но по плечу ли ему нести столь тяжкий груз, не знаю. Посмотрим. Внутренний голос подсказывает мне то же самое, Паша. Пришла какая-то девочка, госпожа. Настаивает на встречу с вами. Ее зовут Мелики. Валиде Султан не разрешила вам видеться с Шикзаде, верно? В ней не осталось ни капли жалости. Она не видит никого, кроме Дервиша Паши. Он стал великим визирем. Хандан Султан, наверное, от счастья танцует. Нет, она так улыбалась. Расцвела на глазах. Но я сотру с ее лица улыбку. Подойди. Здравствуй, милая. В чем дело? Твой приход меня разволновал. Неужели маме опять плохо? Она очень болеет, госпожа. Я позвала лекаря, он сказал, что завтра нужно везти ее в лечебницу. Я скажу Агам, они обо всем позаботятся. А вы не придете? Мама все время спрашивает. Завтра я поеду в обитель к Хюдаиха Зратлери. Приходи туда, и мы вместе пойдем к маме. Большое спасибо, госпожа. Мне пора идти. Мама там одна. Эйджан, попроси Агу отвезти девочку домой. Не плачь. Мама поправится. Не расстраивайся, милая, и держись. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Повелитель, если желаете, я его заберу. Дервиш Паша стал великим визирем воли твоего слова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хотя я удивилась. Думала, что ты выберешь Мурада Пашу. Он уже стар. А мне нужен молодой и энергичный Паша. К тому же, я не забыл про переговоры с австрийскими послами. Он принял решение без моего ведома. И я усомнился в его преданности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, а Дервиш Паша, в нем ты настолько уверен? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тебе есть что сказать? Я так... Я стала очень подозрительной, Ахмед. И поэтому сомневаюсь во всех и в каждом. Дервиш преданный мне человек. Он мне дороже покойного отца. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы такие милые, Эйджан. Все дети пахнут сладчайшими фруктами. Говорят, их смех похож на щебетание нежных райских птиц. Они бесконечно любят вас. Вы завоевали их сердца. Хотелось бы порадовать как можно больше детей. Они столько вынесли. А еще я хотела бы помочь всем. Отчаявшимся и больным женщинам. Юным незамужним девушкам и немощным одиноким старикам. ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что это за сундук, госпожа? ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отдайте их нуждающимся. Вы ведь знаете, кому больше всего нужна помощь. Если вы этого желаете, я знаю, кому нужно помочь. Сотни бедных будут вам благодарны. ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оставьте. Не утруждайте себя. Мы все сделаем сами. Но я ведь тоже хочу помочь. ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лишь оказавшись рядом с ближним своим, постигаешь волю Всевышнего. Путь к умиротворению лежит через отказ от страстей и помощь всем нуждающимся людям. Пока братья и сестры помогают и поддерживают друг друга. Аллах не бросит своих детей. Ваши слова помогают мне не сойти с правильного пути. Вы с него не сойдете. ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Госпожа. Миляки, здравствуй. Мы скоро пойдем. Хорошо. Эйджан, возвращайтесь во дворец. Шихзаде там давно одни. Что такое, миляки? Это ловушка, госпожа. Вам устроили засаду и хотят убить. Хватит, замолчи. Как ты могла, миляки? Простите меня, умоляю. У них моя мама. Они пригрозили убить ее, если я не приведу вас к ним. Но я так не сделаю. Бегите отсюда. Идем. Беги, миляки. Беги. Бегите скорее. Беги. Сюда. А, прочь пошли. Не подходите. Прочь. Убирайтесь! Помогите нам! Помогите! Не подходите! На помощь скорее! Помогите нам! Помогите же! Не подходи! Госпожа! Эскендер! Госпожа! Бегите! Ох! Ох! Госпожа! Не бойтесь! Все позади! Госпожа, моя мама! Она там в опасности! Эскендер, пойдем! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мамочка! Мама! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А если бы Эскендер не успел? Упаси Аллах! Даже думать не хочу о последствиях! София Султан не дремлет! Ты заточил ее в башню, но это не помогло! Она в этом все! Запугивает людей, играя на самом дорогом, что у них есть! Это агония предателей, повелитель! С благословения Аллаха, мы уничтожим их всех! Отныне госпоже никто не посмеет причинить вреда! Госпожа! Я все знаю! Миряки, мне жаль твою маму! Аллах принял ее к себе! Госпожа! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Второй раз, Эскендер! Ты уже спас меня однажды! И снова оказался рядом! Видимо, это судьба, госпожа! Странно, но наши с вами пути вновь пересеклись! Как много лет назад! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Зачем Дервишу Паше это делать? Жизнь во дворце доказала мне, что здесь бывает все. Мехмед Гирей был очень убедителен. У него и свидетель есть. ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Кто он? Не знаю. Я должна с ним завтра встретиться. Мне это не нравится, госпожа. Это необходимо, Джанет. Если Дервиш Паша действительно убийца Падишаха, мы должны знать. Иди, а то он нас заподозрит. Положи сюда Поторопись, бюль-бюляга Ты как сонная муха, а у нас еще так много дел Надоели вы мне до смерти Я с ног валюсь Что вы хотите? Некогда рассиживаться Накопилось грязное белье, нужно стирать Кроме меня в огромном гареме нет никого Что Морс косил всех слуг, один я кручусь Хаджи Ага мне приказал, а я ни при чем Эта обугленная головешка не даст вздохнуть От него мои беды Оставьте нас одних София Султан все не уймется Она не даст нам покоя Снова покушалась на меня Думаете, я причастен к этому, госпожа? Бюль-бюля, она страшный человек Чудовище, которое убивает невинных людей Она готова идти на все, лишь бы не потерять свою власть Скажи мне, кто помогает ей И тогда войне придет конец Я знаю, за что госпожа борется Но признайтесь, и вы, госпожа, за то же сражаетесь Разве вы не хотите, как и она, властью обладать? У меня одна цель, Бюль-бюль И вовсе не та, что у Софии Я должна защитить тех, кого люблю И чтобы уберечь их от зла, мне нужно очень много сил С благими намерениями любой начинает свой путь, госпожа Но получив власть, легко забываешь о невинности И кончается Все как обычно Вы понимаете однажды, ничто кроме власти Вы больше не любите Так значит, ты мне не поможешь Я в жизни не был шпионом, господа Да может, София Султан в этом и не замешана Разве же нет у вас врагов, кроме нее? Мой нежный ангел Тюссе мое Наши сыновья так быстро растут Не успеем и оглянуться Как они повзрослеют Я хочу подарить тебе еще много детей У нас будет много сыновей и дочерей Пусть их радость и смех придадут нам сил Кюсэм Ты Заботишься об Османе, как о родном сыне Не лишай своей любви и ласки И Мустафу, моего брата Ты можешь навещать его Я не против Я не забуду о нем Положись на меня Госпожа Хаджага, что ты здесь делаешь в такой час? Валиде Султан Ждет вас у себя Так поздно? Войдите Валиде Султан Проходи, Кюсэм Садись сюда Я слышала, что случилось Я бы пожалела тебя Но причина твоих бед тебе самой Валиде Султан Валиде Султан Место госпожи Гарем Но ты, когда тебе захочется С позволения моего сына Оставляешь дворец Это опасно не только для тебя Ты подвергаешь опасности нашу династию Как знать, где более опасно, госпожа? Во дворце Или в Ниево Если будешь знать свое место Следовать правилам и традициям С Валиде Султан Жить в согласии Гарем-раем покажется Однако характер тебе этого не позволит Ты никому не подчинишься Не сможешь обуздать нрав Если это мой недостаток То только благодаря ему Вы еще живы, госпожа О, Аллах, смейся Я знаю, что ты задумала Ты подстроила ловушку Мне и Дервишу Твоя цель, понятно Оклеветать нас и погубить Но тебе это не удастся Я не позволю Что значит оклеветать и погубить? О какой ловушке речь? Хатун Хатун Ты убил ее, Эйджан Не испытывай моего терпения, Кюсэм Предупреждаю тебя в последний раз Переступать грань опасно Если ты вздумаешь прибегнуть ко лжи Не жди пощады Может быть, вы наконец скажете, что произошло? Вы меня сюда для чего позвали? Чтобы мне угрожать? Госпожа, беда случилась В Хамаме произошло несчастье Эйджан Хатун убила наложницу Там все в крови ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Госпожа Эйджан Госпожа, я не хотела ее убивать Она неожиданно напала И у меня не было выхода Умоляю, спасите меня Помогите, прошу вас Ну все, все, успокойся Эйджан Хатун Эйджан Хатун оказалась проворнее Она осталась жива Может, так даже лучше Нас никто ни в чем не сможет обвинить Что касается Эйджан Она убийца И понесет наказание Казните ее утром Госпожа Разве такое допустимо? Что такое, о чем ты? Вы отлично понимаете, о чем Запугать меня хотите? Вам это не удастся Знай свое место Не забывай, кто перед тобой Наложница пыталась убить Эйджан Эйджан пришлось защищаться Это вы подослали убийцу, да? В следующий раз ко мне посылайте убийцу Вернись в своей покойке, сын Повелитель Вернись в покойке, сын Редактор субтитров А.Семкин Эйджан бросили в темницу Оттуда она живой не выйдет Завтра ее казнят Моему терпению приходит конец Хандан Султана убийством не гнушается Я не понимаю, что послужило тому причиной Согласна, госпожа Это очень странная история А после того, что вы сказали о Дервиша Паше Я больше никому не доверяю У Дервиша Паше есть много темных тайн Но сомневаюсь, что он может быть убийцей Падишаха В голове не укладывается Джанет Возможно, они просто стараются столкнуть нас И ради этого все устроили Вот я и говорю, госпожа К Мехмеду Гирею не стоит ходить Не ввязывайтесь Это уже произошло Я должна раскрыть эту тайну Ради того, чтобы уберечь родных людей Госпожа Вы можете мне доверять, госпожа? Не нужно бояться, госпожа Добро пожаловать, госпожа Рэйханага Я видела тебя с Шахенгиреем в обители Так выходит, ты действительно жив Хм Можно ли назвать это жизнью? Вы готовы увидеть истинное лицо Дервиша Паше? Дервиш сегодня может быть верен повелителю Однако Неизвестно, что будет завтра, госпожа Я согласна, Ханзаде Повелителю необходимо знать, на что Дервиш способен Так что имейте это в виду Хорошо, можешь идти Хранитель покоев Госпожа Нам нужно поговорить Если об Эйджан Хатун, то вы... О Дервиша Паше речь А что такое? В другом месте Прошу Значит, не случайно Мехмед Гирей говорил мне, чтобы я искал предателя поблизости Он имел в виду Дервиша Пашу Дервиш Паша Если действительно так, Дервиша Пашу ничто не спасет Рейханага даст показания Он предстанет перед повелителем Пусть повелитель решит, как поступить Другого выхода я не вижу Госпожа, я спасена Меня отпустили Знаю, Эйджан Я велела Джанет выступить свидетелем Аллах да не оставит вас, госпожа Вы не бросили меня Ну как ты, меляки? Я скучаю по маме, госпожа Да Мало того, что я себя выдала, потому что спасла Эйджан Так еще и грех совершила Солгала, принеся клятву и на Коране Это не ложь, Джанет Калфа Аллах свидетель, я не виновна Это мы уже слышали Но когда я вошла, наложница была мертва Я ничего не видела Госпожа, мне не по себе Как мне быть? Покайся, Джанет Соверши благое дело Помоги нуждающимся Аллах знает, что ты спасла жизнь невиновного Всевышний услышит твои молитвы И простит тебя Кесэм, что случилось? Ничего, не волнуйтесь Я со стражей договорилась Они согласились вас одну ненадолго пустить к Шахзаде Но никто об этой встрече не должен знать Мне ради Шахзаде пришлось на риск пойти Мустафа очень соскучился Да благословит тебя Аллах Да не разлучит он тебя с твоими детьми Госпожа Зульфика Рога ждет вас у себя Я иду Госпожа Хранитель покоев Ну что, вы доставили Рейхана? К сожалению, нет, госпожа Его не оказалось на месте Как так? Не застали дома? Я была у него, и он сказал, что все расскажет Вы с Мехмедом Гиреем искали, где только можно Нигде его нет Как сквозь землю провалился А может, испугался и решил сбежать? А может, испугался не он? Госпожа Госпожа Паша Вы стали часто посещать хранителя покоев У вас все в порядке, иншала? Просила его усилить охрану Среди нас появились предатели И мы каждый день В их глаза смотрим Я не понял, госпожа Кто же эти предатели? Мне бы хотелось знать И принять меры Они скрываются Однако из-под тяжка атакуют Вы обещали повелителю, что будете защищать меня А на следующий день на мою служанку напали Дела Гарема не в моих полномочиях Валиде Султан обязательно, как всегда, во всем разберется Я сомневаюсь, раз она позволила себе в мой адрес угрозы Госпожа вам угрожала Вы начали, Валиде Султан продолжила Совпадение или, может быть, вы заключили союз против меня? В предостережениях не стоит видеть угрозу, госпожа Не то покажется однажды, что не только мы с Валиде Султан Ваши враги, но и весь мир тоже против вас Я могу противостоять всему миру, включая вас, Паша Лишь бы повелители все шахзаде были в безопасности Ахмед Я видела шахзаде Мустафу Ну и как он? Слава Аллаху, здоров Мы немного поиграли, поболтали Что-то случилось? Ты расстроен? Из Анатолии приходят вести о бунтах Моя армия рассеяна В государстве нет порядка Австрийские послы потирают руки у наших дверей Тебе известно, что я об этом думаю В любом случае Нужно заключить перемирие Собрать все силы Их достаточно, чтобы ты смог усмирить восставших Я должен сам отдать то, что досталось от предков Ты это советуешь? Все будет, как ты решишь Но если опасность угрожает стране и трону Так ли уж важен клочок бумаги? Кто это, Хюмашак Султан? Все так волнуются? Старшая дочь София Султан Она живет в Египте Замужем за Бейлербием Египта Красавица и очень умная Госпожа спокойно разговаривает на стольких языках Что на пальцах не сосчитать Увлекается поэзией, музыкой, чтением, искусством Лучше скажи, она похожа на София Султан? А я скажу так Она, София Султан, может заткнуть за пояс Вот и думайте От одной избавились, так другая приезжает Госпожа Я не успела встретить Хюмашак Султан Госпожа сейчас отдыхает Но поприветствовать вам ее нужно Госпожа Я Хюмашак Султан навестить хотела, Бюль-Бюль Сообщи ей Как прикажете Мне уже пора идти, Шахзаде Останься еще немного, мама Прошу Мне тут очень скучно Мустафа Ты помнишь, что я говорила? Мы будем терпеливо ждать Ведь когда-нибудь эти дни закончатся И мы с тобой будем вместе Ну а пока ты должен Немного потерпеть Ты ведь завтра придешь Ты даже не сомневайся И завтра, и послезавтра тоже приду Разве я могу тебя бросить? Хюмашак Султан Добро пожаловать Весь мир о тебе говорит, да? Это ты-то наложница Простите, что не смогла встретить вас Наши Шахзаде, кажется, слегка приболели Да, у тебя веское основание, Кеса Безусловно, здоровье наших Шахзаде Важнее всего Но ведь У тебя один сын, не так ли? Мне неверно доложили? Шахзаде Осман Теперь в моих покоях Его мать, Махферузе Султан Погибла при нападении на дворец Повелитель позволил мне Заботиться о нем Хорошо Хорошо Я надеюсь, мне удастся Повидаться с Шахзаде Как пожелаете А теперь я с вашего позволения пойду Вы верным стали с дороги Госпожа Что такое Хаджага? Давно не слышала вести от Валиды Султан Чем обязана? Сейчас вы сами все узнаете, госпожа Вас уже ждут Войдите Вот и ты, Кюсэм Ну, проходи Надеюсь от тебя услышать Хоть какое-то объяснение Что вам объяснить? Ты еще спрашиваешь? Ты нарушила приказ Повелителя Халиме Султан запрещено Видеться с Шахзаде Мустафой Воля Повелителя для тебя ничего не значит? Сейчас же отвечай, Кюсэм Я поддержала ребенка Который по маме тоскует Да как же ты осмелилась Вы и вправду сговорились против меня? Тайно роете мне яму Вы слишком подозрительны Я расскажу сыну о твоем поведении И он примет решение Что касается тебя, Халиме Ты отправишься в старый дворец до конца жизни Уверена, Повелитель разгневается, когда обо всем узнает Госпожа Что с вами? Аллаху пасе, ничего не случилось? Хандан Султан меня врагом считает Ей для нападок повод не нужен Оставьте нас, Кюсэм Султан Нам надо обсудить важный вопрос Нам больше не о чем говорить Я же просила вас быть осторожней Пусть они оставят нас Я тебе открою тайну, Кюсэм Большую тайну Но прошу, не надо меня высылать из дворца И если возможно Я хотела бы видеть моего сына Хандан Султан, вы же слышали? Я не могу ничего сделать Ты меня только выслушай, Кюсэм Хандан Султан и Дервиша Пашу связывает не просто дружба Они давно влюблены друг в друга Я слышала собственными ушами, госпожа Она сказала Если кто-нибудь узнает, что ты влюблен в меня Мы сгорим так Что и пепла от нас не останется А может, ты клевещешь? Откуда мне знать, что это все не выдумки? Да я бы и за сто лет Того, что услышала в том шкафу, не могла бы выдумать Мы просто не хотели правду видеть Такое трудно поверить Такое невозможно Валиде Султан и соратник повелителя, которому он доверяет Вот почему они на Иджан напали Думали, она все узнала Или же вы подтолкнули их Мне нужно было, чтобы не могли подозревать меня Это грозит смертью И я молчала Ясно Что мне никто не поверил бы Кёсэм Теперь ты все знаешь И решение за тобой Аллах да поможет тебе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дервиш Паша и Хандан Султан Как такое возможно? Я поверить не могу Позор да и только И все же необходимо убедиться Как убедиться, госпожа? Поймать врасплох? Хаджага Он, конечно, все знает Если между ними действительно существует связь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Аллах! Госпожа! Вы здесь у меня? Простите Я растерялся Все в порядке, иншалла? Не все, Хаджага Я знаю о связи между Хандан Султан и Дервишем Пашу Кто это выдумал, госпожа? Не верьте никому Это все наговор Я клянусь, клевета Хаджи, ты веришь в Аллаха Ложных клятв не приноси В ад попадешь О себе подумай Это ты солгала, выступив свидетелем Хаджага Ты же знаешь, повелитель во всем доверяет мне Я могу погубить Хандан Султан всего одним словом Но я этого не сделаю Так как повелитель будет расстроен Ведь для него честь династии превыше всего Я буду молчать В том случае, если ты мне поможешь Нет, госпожа Вы будете молчать, потому что у вас нет доказательств Вот ты и признал, что это не просто выдумки Теперь я уверена Так это правда Просто позор Хаджага, если хочешь, приседь Я тебе еще не все сказала Это принять нелегко Приседь Когда-то вы искали Убийцу Падишаха, но найти не смогли Этот злодей Дервиш Паша Госпожа Что? Что вы такое говорите? Тот, о ком идет речь Великий визирь Он же Правая рука нашего повелителя Он на преступление не мог пойти Если действительно влюблен, то мог пойти А вдруг они вместе это сделали? Все возможно Смерть Падишаха ведь была им обоим выгодна Нет! Нет! Я лучше всех знаю Хандан Султана Клянусь, она невиновна Нет никакой любви Паша влюблен Но это его чувства А со стороны госпожи нет взаимности Не может быть Поскольку ты не сомневаешься в Хандан Султан Отдай ей вот это И увидишь, что произойдет Что это? Я написала письмо от имени Дервиша Паши Вроде как он в убийстве Падишаха признается Да, госпожа, вы были правы Нашего покойного Падишаха убил Дервиш Паша А Валиде Султан Она обо всем знала С самого начала Все знала Раз ты убедился Поможешь мне теперь Хаджага ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да Вы Лиде Султан? Что тебе, Косэм? Надо открыть правду Которую скрывали ото всех так долго Что скрывали? Кто? Ты что тут снова устраиваешь? Надо положить этому конец Пора прекратить твои игры А уже все, они закончены Дервиш Паша убил покойного Падишаха И вы его сообщница Вы состоите с ним в любовной связи Довольно Это бред какой-то Мой сын не поверит в это никогда И у тебя фактов нет Есть У меня есть свидетель Этого достаточно Мой сын не поверит в это Госпожа, я Вот, вот она Она пыталась убить меня Она Она хотела Она хотела Напасть на меня Она 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 Субтитры сделал DimaTorzok Стража! Я клянусь, она напала на меня, напала, просто я испугалась Что же ты натворила, Хандан Султан? Молись, чтобы все это обошлось Скорее лекаря зовите и помогите мне, быстро! Осторожнее несите Владыка Небесный Да! Госпожа, вы... Что вы наделали? Мне бы... Мне бы пришлось Я была вынуждена ходжака Кюсэм... Кюсэм сказала, Ахмеду все расскажет Еще сказала Что этот свидетель Свидетель у нее есть Я... Я потеряла самообладание Надо найти этого ее свидетеля И как можно скорее избавиться от него Я... Я знаю, кто это, госпожа Правда, знаешь? Кто же это? Говори скорее Ну же... Я госпожа Свидетель, о котором она говорила Я... Хранитель покоев Госпожа Мне нужно увидеть повелителя Как прикажете О, Аллах! Что случилось? Что? Что с нашей госпожой? Что? Говори же, ну... Пока не знаю Только с носилок сняли Значит, змею у себя на груди пригряла И это мне пережить суждено Ты ведь нанес мне удар в спину, Хаджага Госпожа Я... Я все делаю Ради вас, госпожа Чтобы защитить Ты хочешь против меня свидетельствовать? На сторону моих недругов переметнулся Я еще уверяю, что ты меня защищаешь КАШЕЛЬ Да ты же меня предал Это предательство Какой ты защитник? Шакала-изменник? Госпожа Дервиш Паша Он убийца И не уйдет от наказания Если Вы будете его защищать То и вам та же участь уготована Госпожа моя Сейчас у нас еще есть шанс Доверьтесь к Сэм Султан, госпожа И тогда вы не пострадаете Нет, Хаджи Этому не бывать Я не сдамся Я придумаю что-нибудь Я обязательно выход найду А ты в память о том, что служила мне С той долгие-долгие годы Ты Молчать должен Ты должен молчать Слышишь, что я сказала? В глаза мне смотри Молчи, Хаджи Доходы целого ряда крупных фондов Будут некоторое время Передаваться в казну в качестве долга В казну поступают и ценные товары купцов Стоимость которых им должны выплатить в будущем На что есть их согласие Эти меры позволят нам спокойно вздохнуть Не зря я доверил тебе печать великого визиря Прекрасно Надеюсь, твои меры хорошо продуманы И они не станут поводом Для жалоб моих подданных Да Повелитель Химашек Султан ожидает Дело очень важное Зови Госпожа Повелитель Слушаю, Химашек Султан Что там у вас стряслось? Я зашла навестить хан Дан Султан Не знаю, что произошло там, но я увидела Кёсэм на полу В крови и без сознания Если, не дай Аллах, госпожа не выживет, Хаджи То я от этого гарема не оставлю камня на камне Так и знай Что произошло? Это твоя работа, злыдень? Да успокойся ты, я вовсе ни при чем тут Ну что? Ещё без сознания? Что с ней? Госпожу ударили по голове Или же она упала и ударилась, повелитель Ну а хвала Аллаху рана не опасная ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аллах! Аллах, ты всемогущ, помоги мне! Милостивый Всевышний! Помоги мне! Прошу тебя. Не оставь. Помоги мне, Аллах, милосердный. Умоляю тебя. Спаси меня. Защити, помоги, Аллах. К дорогу, султан Ахмедхан Хазрет Лери. Валиде, в чем дело? Объясните сейчас же. Что у вас с Кюсэм, султан, здесь произошло? Как это все случилось? Моей вины тут нет, Ахмед. Кюсэм ведет себя недопустимо. Она не только оскорбила меня, она на меня набросилась. И я защищалась. И я была вынуждена. Госпожа моя. Кюсэм, султан. Что? Больно. Очень больно. Ничего. Очнулись, хвала Аллаху. А то мы так испугались. Госпожа, слава небесам. Вы пришли в тебя. Я хотел бы поговорить, но... Ну, давай, что ты мнешься, Хаджага. Говори. Хандан-султан знает, что ваш свидетель я. И велела мне молчать. В отношении госпожи я спокоен, но... Дервиш, паша... Если он узнает, то... Со мной разделается. Не волнуйся, Хаджага. Их не спасет уже ничего. Их? Госпожа, вы же обещали, что Хандан-султан нисколько не пострадает, и об отношениях ее с тервишем пашу никто не будет знать. Не бойся, я сдержу обещание. А ты? Но Кёсэм не просто же так напала на вас, Валиде. И я хочу знать истинную причину. Кёсэм, 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 Кёсэм! Послушай, я же твоя мать! Неужели для тебя мои слова ничего уже не значат? Прошу вас, ответьте. Халимэ-султан застали, упокоив Шахзада Мустафе. Она видится с сыном. И помогает ей в этом Кёсэм. Я хотела замечание Кёсэм сделать. Вызвал ее, а она словно обезумела. Вот как все было. Кёсэм стало очень заносчиво. Ни с кем уже не считается. Послушаю, что Кёсэм скажет, когда очнется. А что она сказать может? Она же будет отрицать все. Станет меня во всем винить, конечно. Конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кёса моя, я так испугался за тебя. Как ты себя чувствуешь? Что, ещё болит? Да. Всё время ломит затылок. Но ты можешь говорить сейчас? Расскажи мне, что произошло? Матушка говорит, что... Ты Халима Султана разрешила тайно видеться с сыном. Она хотела поговорить с тобой об этом, а ты на неё набросилась? Шахзады очень плохо выглядел. Я переживала, что он заболеет. Но я позволила иногда ему с матерью видеться. Матушка, значит, сказала правду. Правду, только это было гораздо раньше, а не сегодня. Я не набрасывалась на неё. Да мне бы в голову такое не пришло. Это невозможно. Тогда что случилось, скажи? Ты прости, но не могу. Хандан Султан должна рассказать сама. Сегодня или завтра она, думаю, всё тебе расскажет. Вы напрасно встали, госпожа. Вам бы ещё надо полежать. Очень время дорого, Джанет. Но я не уверена, можно ли доверять Хаджаге. Тогда ему самому не сдобровать. Он об этом знает. Чай с ромашкой, госпожа. Он успокоит. Да. Войдите. Зачем явилась? Опять мне угрожать будешь? Страшная тайна лежит у вас на сердце тяжким грузом, я понимаю. Но это не оправдывает вас и ничего не меняет. Не утруждай себя напрасно. Мой сын твоей лжи никогда не поверит, а свидетелей у тебя нет уже. Повелителя я ещё не рассказывала. Но если придётся рассказать, Хаджага подтвердит мои слова. Так, Хаджага? Так, госпожа. Раз так, то зачем ты пришла? Ступай. Иди расскажи. Как хочешь, что хочешь. А ты, Хаджага, станешь её свидетелем. Давайте, уничтожьте меня. Думаю, что вам само это лучше сделать. Сказать повелителю, что Дервиш Паша – убийца Падишаха. И вынести ему смертный приговор кёссам, верно? Именно. Пусть это будет вашей карой. Вы отправите Пашу на казнь. Иначе повелителю. Будем вынуждены всё рассказать мы. И не только о Дервиш Паше, но и о том, что ваши отношения с ним выходят далеко за пределы дворцового этикета. Госпожа, я умоляю вас, прислушайтесь к словам Кесам Султана. Иного пути нет. Пускай получит Дервиш Паша то, что заслушал. Подумайте о себе. Подумайте о чести династии. Я считала, я была убеждена, что ты мне предан. Как жаль. Хаджага, даже смерть твоя, Хаджи, не так огорчила бы меня, как твоё предательство. Ладно, Кесам. Я скажу, только дай мне немного времени. Мне непросто это сделать. До завтрашнего вечера, срок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Госпожа? Вам плохо, да? Эйджон, миску принеси, быстрее тошнит у тебя. Девики, беги к лекаршам, пусть сейчас же сюда идут, ладно? Хорошо. Девочки, миску принесите. Девочки, госпожа. Девочки, госпожа. Госпожа, что с вами такое? Меня тошнит ужасно За лекаршами ты уже послала? Послала Что вы ели? Пили? В воде какой-то яд, госпожа Вас отравили Ну где же они? Наконец-то, идите скорее А что такое? Нашу госпожу отравили О, Лах всемогущий А с вами всеми я поговорю Вы получите еще у меня Эйджан, не отходи от госпожи Я доложу повелителю Выпейте, госпожа Госпожа, пожалуйста, позвольте Госпожа, поздравляю вас С чем же? Вас вовсе не от яда тошнит Вы беременна, госпожа Госпожа беременна Ох уж эта Джанет Калфа Всех нас перепугала А Джанет, куда делась? Скоро придет, госпожа Да Джанет, говорят, Хаджи Ага пропал Про Хаджи я уже знаю А еще Зульфикара Агу отравили И как он? Хюмашах Султан влила ему сразу угольной воды Но состояние тяжелое Неизвестно, выживет ли он А Хюмашах Султан там как оказалось? Я не знаю, госпожа Я не видела, а она не сказала Госпожа Хаджи Агу убили, говорят А Зульфикара Агу отравили Слышала И Мехмеда Гирея тоже убили И неизвестно кто Мир прав его Ладно, этих людей уже нет Они не заговорят, но есть я Вечером ко мне придет повелитель Приходи И рассказывай все, что хочешь Так как свидетелей У тебя больше не осталось Вы, Дервиш Паша Виновны в их смерти И повелитель вас заставит ответить за это Ну конечно заставит Только отвечать Будем не мы, а София Султан Они ведь все трое ее враги И будь осторожной Чтобы не стать ее очередной жертвой Не знаю, что делать, госпожа Придется отказаться Вы же не докажете ничего Вот еще И допустить, чтобы им все сошло с рук Предвестница несчастья явилась Ну давай, выкладываем, Инэкше Что стряслось там на этот раз Госпожа Халима Султан ждет вас у себя Уверяю вас, госпожа Это правда очень важно Прошу вас, госпожа Хаджага Ты живой, хвала Всевышнему Халима Султан Из-под ножа щитой Вытащила Кто-то наконец должен был вмешаться Думаю, почему не я Вы нас уберегли от великой беды, госпожа Надеюсь, это что-то изменит Изменит Можете даже не сомневаться Еще как изменит Зачем вы хотели видеть меня, Вальде? Вы не слышали, что произошло Потому-то я и позвала Мы должны быть вместе Должны сплотиться Чтобы нашими разногласиями Не воспользовалась София Султан Кюсэм, я тоже Пригласила Нам пора Нашу ссору забыть Помириться Но она не пришла Кюсэм утверждает, что в тот день Совсем не то произошло, что вы рассказали А что тогда случилось, должны вы сказать Она провинилась И хочет себя обелить Да Повелитель Валиде Султан Да, садись, Кюсэм Садись Мы уже заждались Наконец-то ты пришла Простите, задержалась Шахзаде укладывала спать Поэтому я позвала тебя Я хочу, чтобы в Гареме Покой и тишина воцарились Мне бы тоже этого очень хотелось Да Повелитель Повелитель Если вы скажете Повелителю правду Мы все обретем покой Да в чем дело все-таки Какую я должен правду знать Сейчас же говорите Повелитель Эта правда касается великого визиря Которую от вас скрывали Ведь так, госпожа? Оставьте нас с сыном наедине Пусть он от меня узнает Твой покойный отец Султан Мехмед Хан Когда он казнил твоего брата Махмуда Я поняла, что Что настанет и твой черед И Дервиш это знал О какой правде говорила Керсен Валиде Дервиш 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 защищал тебя, оберегал с самого детства Он тебя Он тебя любит как родного сына И чтобы ты Остался жив Он Не побоялся взять на себя Великий грех Ахмед Покойного Султана Мехмед Хана В общем, Дервиш Твоего отца отравил Он был вынужден Ахмед, Лев мой Что, что такое? Что вы сказали? Отец тебя казнил бы Как и брата твоего Это было уже ясно И никакая сила не остановила бы Не удержала бы его Ахмед, дорогой, иного выхода не было? Ахмед Ахмед Ну вот и все Ахандан Султан Она окажется ни при чем? Ей пришлось сказать повелителю Что убийца его отца Дервиш Паша И это все? А о том, что у нее связь с Пашой Она призналась? Узнал наш повелитель об этом наконец? Ему и одного хватит Представляю себе, какой удар это для него Пусть Хотя об этом не знает Да Да Я знаю, что сложно сохранять спокойствие После всего того, что ты услышал После всего того, что ты услышал Но и я страдаю, глядя, как ты мучаешься Ты ведь давно Ты ведь давно все узнал о Кюсе Недавно Хандан Султан Хандан Султан сама должна была тебе рассказать Моя мать Защищает Дервиша Пашу с таким рвением Будто он наивный ягненок Теперь мне все ясно Вот почему отравили у Зульфикара А Мехмед и Гирея тяжело ранили Эту тайну нужно было скрыть Да избавь меня, Всевышний, от моих друзей Аминь То, что я хотела тебе сказать, было не ко времени Надеюсь, я тебя утишу Я беременна Я снова жду малыша У нас будет большая семья, как мы и мечтали Ты промолчал Ты успокоила мою душу Обрадовала мое израненое сердце Наполнила его светом и теплом Иншалла, второй Шекзаде появится на свет Или такая же прекрасная госпожа, как ты Стража Отнесите в гарем лукумы золото и раздайте Пусть все знают, что несравненная Кёсэм Султан беременна Как прикажете, поверитель Кёсэм Султан беременна Кёсэм Султан беременна Госпожа Искендер Ты знаешь, что случилось с Зульфикаром Агой Неизвестно, когда он еще встанет на ноги Я как раз от него, госпожа Аллах поможет ему исцелиться Аминь Придется тебе пока заменить его, Искендер Повелитель отправляется в путь Поэтому я здесь Повелитель уже отдал мне приказ Прекрасно Только будь очень внимателен Повелитель мое бесценное сокровище Моя жизнь Охраняй, береги его Не волнуйтесь, моя госпожа Повелитель под надежной охраной Идем, милики Простите, моя госпожа Искендер такой добрый и очень красивый Я, пожалуй, выйду за него замуж Ну, когда-нибудь в будущем Поживем, увидим Мой осман Мехмед Мехмед, мой Прекрасный лень Иншаллах, они будут Такими же сильными, как их отец Повелитель Наши шехзаде должны быть счастливы Иншалла Оберегай детей, Киса И о том, кого носишь под сердцем Не забывай О ней будущее нашей династии Ее цветы Помоги, Аллах Чтобы династия крепла и полнилась Стол накрыт, госпожа Откуда ты родом, Кёсэм? Из Кефалонии? Столько времени прошло Моя прежняя жизнь Теперь сном кажется Там я не видала Ни слез, ни печали Там всегда было лето Или весна Была добрая мама И любящий отец Что с ними сталось теперь? Сначала умер мой отец По приказу София Султан Его убили Потом с разрешения Повелителя Я стала писать письма На далекую родину Мама прожила совсем мало У меня была младшая сестра Милая девочка Я хотела забрать ее Но только не нашла Знаете, на этот раз Я мечтаю, чтобы родилась дочь Которая будет похожа на мою сестру Да будет так, как ты хочешь Я мечтаю Наш повелитель Наденет на совет красный кафтан Он так решил Как это понимать? Это означает, что он вынесет решение о казни Дервиш Паша Кандан Султан уже обо всем знает Она покинула свои покои И направилась к Дервишу Паше Она предупредит его И тот сразу сбежит Что делать, госпожа? Ничего Если повелитель примет такое решение Далеко сбежать Паши не удастся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дервиш Паша Повелитель Наш народ слишком много и часто жалуется на тебя Ты берешь взятки А своими несправедливыми налогами Довел людей до положения бесправных рабов Ты ни разу не заплатил за драгоценности Которые насильно забирал у евреев И никогда не возвращал своих долгов Это же все клевета Позвольте объяснить Я знаю все, Дервиш Молчи Я знаю, ты предатель Стража! Повелитель! Отойдите! Убирайтесь! Отпустите! Отпустите! Повелитель! Я никогда не предавал вас! Не предавал никогда! Повелитель! Мое последнее желание Прошу вас, исполните его Я не хочу принять смерть от них Повелитель, соблаговолитесь делать это сами Дервиш Твёртуз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты убил не просто моего отца. Ты убил Патишаха, Дервиш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok